Вебинара и сейчас будет первый вопрос. Я прошу модераторов очень внимательно смотреть в чате, кто первый ответит правильно. То есть здесь имеет значение реакция и внимательность. И может быть еще интернет, скорость интернета. Поэтому очень важно, чтобы вы сейчас сфокусировались на этом вопросе, и мы разыгрываем печатную книгу работы из дома. Итак, первый, друзья, вопрос. Да, это подарок номер один. 1. Какая цифра по количеству кандидатов была указана на первом слайде? То есть я написал, что как сетевик-неудачник, забыл про холодные контакты и научился рекрутировать до, какое было количество кандидатов указано на слайде в день через интернет и на 100%. Вот первый человек, кто правильную цифру пишет в чате, я сейчас даже сам посмотрю в чате, мы с удовольствием упакуем на этой неделе, ну, либо в начале следующей, отправим вам по почте данную эксклюзивную книгу. Вот, сейчас буквально несколько слов обо мне. Для тех, кто впервые на моем вебинаре, на моем тренинге, я являюсь основателем системы работы из дома.ру, я веду блог для предпринимателей MLM, секрет MLM бизнес, являюсь создателем курсов работы из дома, MLM на Автопилоте 2.0, формула вебинаров, формула денег в MLM, Яндекс.Директ и так далее. То есть я в свое время прошел через боевую школу сетевого маркетинга и продолжаю, кстати говоря, развивать бизнес в сетевом маркетинге. И сейчас вот структура, один из результатов в структуре, который я достиг, это более 7000 дистрибьюторов, когда я пришел полным чайником в интернет. То есть это результат, который я с нуля добился, когда пришел в интернет, вот как кто-то из вас, кто сегодня не знает, как открыть, к примеру, конспект, да, вот PDF, да, вы скачали, не смогли, кто-то написал, не открывается. То есть вот я был таким же чайником и за 3,5 года я смог создать, ну, солидную организацию с хорошим чеком. При этом те стратегии, о которых мы сегодня будем говорить, позволили мне в действительности совмещать сетевой маркетинг с интернет-технологиями, то, что мы называем MLM 2.0, и на 18-й месяц уже достичь планки в 10 тысяч долларов. Для меня это было большое удивление, я потому что для себя закладывал, ну, стабильные результаты в несколько тысяч долларов через 2 года, но произошло все быстрее. И поэтому я сегодня буду делиться с вами этим опытом. Я начинал в свое время в Индии, мне было 19 лет, я провел более 700 встреч один на один, и, кстати, это были холодные контакты, которые, ну, я не могу сказать, когда у вас есть цель, большая цель, вам, конечно, море по колено, поэтому я делал холодные контакты. Но проблема была в том, друзья, что это были не те контакты, которые нужны были для бизнеса. То есть я не понимал еще то, что когда мы работаем на земле, мы не можем понять изначально, надо это человеку или нет. Это большой минус офлайн-сетевого маркетинга. Мы приглашаем человека в офис, и мы не знаем, надо ему или не надо. А в интернете к нам подписываются те, кому уже это надо. Ну, вот эта фотография, это то, что было реально в моей жизни. И я хочу сказать, что сейчас, друзья, если вы до сих пор строите бизнес только на земле, то есть офлайн, я хочу, кстати говоря, попросить вас, напишите в чате, кто офлайн, прям напишите, я офлайн или я онлайн. Мне интересно, как у нас разделится аудитория. То есть я, конечно, предполагаю, что в действительности у нас большая часть, наверное, онлайн должна быть, но тем не менее мне интересно. То есть какой у вас практически опыт, да, то есть сейчас вы где строите бизнес офлайн или вы уже как бы активно онлайн? Можно написать там 50 на 50. Вот, я могу сказать, что если вы продолжаете сегодня только делать офлайн, это список знакомых, холодные звонки, там, может быть, рекомендации, да, там, лапша, листовки, в газетах размещаете, пытаясь найти вот своих дистрибьюторов или клиентов, анкеты делаете, выставки проводите, да, вот где косметические фирмы. Так, вот я смотрю, пошло офлайн, 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 офлайн у нас, я смотрю, просто доминирует, работа непочатый край. И вот представьте себе, друзья, что я хочу, чтобы вы просто сейчас приняли то, что я скажу. До тех пор, пока вы используете только офлайн методы и вы не добавляете в ваш бизнес хотя бы на 30% интернет бизнеса, ваш бизнес будет похож вот на вот это ведро. Но сколько бы вы воды в него не наливали, вот знаете, бывает такая ситуация, как бы, ну, дырявое ведро, и вы наливаете в него воду быстрее, чем она вытекает, но рано или поздно она все равно вытечет. То есть вы наливаете, наливаете, раз, фуф, можно отдохнуть, да, и, соответственно, она потихоньку вытекает, да. И вот то же самое с бизнесом, с его маркетингом. Если вы строите его только локально, вы очень сильно рискуете, потому что нет ничего стабильного вообще в жизни, в бизнесе, то есть это постоянная борьба. То есть сегодня у вас как бы все замечательно, а завтра спад, и это происходит регулярно. То есть, ну, так устроена экономика, так устроена жизнь, это, как, знаете, сердцебиение. Так и тут, вы не можете рассчитывать на то, что у вас, как бы, знаете, как-то я слушал, был на одном мероприятии, и сидели топ-лидеры сетевого маркетинга в кафе, и я слышу, как один другому говорит, а он только что, как бы, у него чек, признание, там, чек 25-30 тысяч долларов, и ему один его друг говорит, слушай, ну что, у тебя жизнь удалась, да, вот, ну, то как бы покивал так. И это иллюзия, то есть если только сконцентрироваться на одном бизнесе сетевого маркетинга, то вы должны понимать, что вы всегда в какой-то степени рискуете. И вы можете представить, что 5 лет назад у меня была вот такая комната, да, у меня был личный транспорт, и что произошло после того, когда пришел в интернет мой бизнес? Во-первых, безусловно, очень приятно, когда вы можете развивать бизнес и на земле, и в интернете, то есть вы не привязываетесь, вы свободны в действии, безусловно, оффлайн важен, он нужен. Вот этот чек, который вы видите, 4,5 тысячи долларов, я его получил за сколько, где-то 2,5 года, как я строил бизнес, и плюс за это время, за 2,5 года у нас в компании было, наверное, 3-4 оффлайн мероприятия. Ну, то есть как бы тоже было оффлайн, но его было мало. Затем вот это все результаты именно совмещения сетевого маркетинга и информационного бизнеса, или то, что мы называем MLM 2.0, да, то есть это все стиль жизни, который я не мог себе позволить. И если бы мне кто-то сказал, что это произойдет, тебе надо только заняться интернет-бизнесом, ну, как бы я мог бы попробовать, но я в любом случае не ожидал этого. И поэтому очень важно, друзья, что вы сегодня здесь и внимательно слушаете. И теперь у меня к вам вопрос в чате. Напишите, да или нет. Итак, глядя вот на эти результаты, напишите, стоит ли 2-3 года попотеть онлайн, плюс оффлайн, чтобы выйти на ежемесячные семизначные цифры доходов. Да, именно такой, да, средний доход составляет сегодня от моего бизнеса, да, поступает. То есть если разделить на 12 месяцев, да, то есть это среди ежемесячной средняя цифра. И поэтому напишите, как бы стоит ли, готовы ли вы 2-3 года поработать, когда у вас есть наставник, у вас есть конкретная цель. Вы понимаете, оно может быть полгода вообще в ноль уйти, а может быть год уйти, потому что надо наработать навыки. Навыки именно, опыт, который потом можно передавать другим людям. Потому что вот буквально 2 дня назад мне пришло очередное письмо от одного сетевика, который тоже жалуется на то, что я не укоряю его, да, что он там жалуется. Нет, это, к сожалению, бывает такая ситуация, когда ты как будто в замкнутом белке в колесе бегаешь, крутишься, да, результата нет. Такое тоже бывает. Но здесь, безусловно, нужно понять, что когда мы набираемся опыта, то потом люди, которые к нам приходят, они на нас по-другому смотрят, если у нас есть опыт онлайн или оффлайн, мы для них более авторитетны. Да, у нас, может быть, пока не какие-то сногсшибательные результаты, но мы все равно уже имеем опыт. Поэтому вот эти 2-3 года, они очень важны, этот срок нормальный. Есть результаты быстрее, но, как я говорил вам сегодня, это нетипично и нестандартно. И сейчас мы поговорим о том, как в итоге у меня все это получилось, хотя я был абсолютным чайником в интернете. Прежде всего, я хотел бы, друзья, вам показать моменты, которые вам сейчас надо записать и проанализировать. И, кстати говоря, написать в чате, кто считает, какое количество из следующих причин, которые я вам покажу, вам, возможно, помешали преуспеть. Итак, смотрите. Причина номер один. Методы оффлайн не так эффективны, как раньше. То есть, если вы это осознаете и вы думаете, что это причина, мы ставим, значит, один. Если вы думаете, что дело в компании, к примеру, там компания, причина номер 5, не заточена под интернет, значит, пишите 1,5. Или если все причины, можно писать 1-7. Поэтому, друзья, смотрите. Основные причины из моего опыта, которые мешают. Значит, методы оффлайн не так эффективны, как раньше. Вторая причина. Ваш спонсор не знает, как нет системы онлайн. Третья причина. Спонсор не поддерживает. Четвертая причина. Вам никто не показал, как достигается успех в интернете. То есть, вы, в принципе, хотели бы, но не нашли того человека, за которым можно пойти, который вот ваш. Это тоже очень важно почувствовать, твой человек или не твой. Знаете, как мне иногда пишут, что вот я была на вебинаре, вот этого сетевика, он мне вообще не нравится. А вот вы, Кирилл, ну вот прям супер. И наоборот, есть люди, которые говорят, вот тот лицехович, он вообще как бы, я не могу его слушать. А вот тебя, да. Это нормально, да. То есть, нужно найти, кто. Вот тот человек, которого просто, знаете, в рот ему смотрите, там, в глаза, то есть, и готов идти за ним хоть куда. Потому что, ну вот, я не знаю, как это работает энергетически, но это так. Еще одна причина. Ваша компания не заточена под интернет. Сегодня это редко попадается, но и это тоже причина. Компания запрещает или сильно ограничивает. Компания слишком популярна. Кстати, тоже достаточно распространенная проблема. Я могу вам сказать, друзья, что в моем случае это была причина номер один. Пожалуй, наверное, причина номер четыре. То есть, не показали вот насколько я хотел, потому что я в итоге обучался у интернет-сетевиков на Западе. И, соответственно, наверное, была причина номер семь. Но там не из-за того, что компания слишком популярна, а у нее была репутация не очень хорошая. И, соответственно, моя первая компания, и стоит ее имя сказать, сложно дальше вести диалог. Вот просто это уже блокировка психологическая. Спасибо за обратную связь. Я вижу, да, вот один, два, три, четыре, один, шесть, один, семь. Вот мне интересно, некоторые написали один тире семь. Это вау, вы просто вот букет собрали и проанализируете тогда, что если вы собрали целый букет, то вам надо срочно что-то делать. То есть, вам все надо менять, если у вас хотя бы тут 4-5 причин, уже вам нужно кардинально менять все в вашем бизнесе, в вашей жизни. Окей, идем дальше. Итак, что поменялось в моем бизнесе, какие отличия появились. Я еще раз хочу сакцентировать внимание, что MLM-бизнес в реалии, MLM-бизнес в интернете должны идти рука об руку. То есть, это не конкуренция, это не состязание, это не то, что изображено на слайде, знаете, как будто борьба. Нет, это наоборот должно идти рука об руку. Это друг друга должно усиливать и питать. Вы должны постоянно закаляться. Сегодня вон даже роботов создают таким образом, чтобы они могли развиваться, чтобы они могли совершенствоваться даже сами. Итак, какие отличия? Сейчас мы с вами разберем отличия реала от интернета. То есть, мы это называем MLM-1.0 и MLM-2.0. Прежде всего, друзья, когда вы работаете в офлайне, вот сейчас, к примеру, когда в моей компании, к примеру, очень многие спонсоры работают офлайн. То есть, ну, практически никто не работает онлайн. И вот там ситуация такая, что ты стартуешь, подписываешься, и тебе говорят, надо список написать. Я думаю, у вас то же самое. В интернете мы работаем по-другому. Мы набираем подписчиков, читателей, которые со временем начинают сами задавать вопросы, чем ты занимаешься. Чувствуете разницу? Это уже как бы рост базы кандидатов вот этого списка на автомате. Второе. Весеннее на телефоне. Я скажу, что я сам иногда звоню время от времени по телефону, своим кандидатам, своим дистрибьюторам, когда встречи локальные. Но при этом у нас, естественно, есть интернет-возможность, когда нажал кнопку «Отправить», и тысячи твоих потенциальных кандидатов получили информацию по старту в бизнесе, там, может быть, обновлению в маркетинг-плане, вышла новая продукция, то есть у вас охват международный. И это от всех кандидатов на автомате. Проблема офлайна для меня всегда была и остается неэффективной, ну, скажем, очень низкий КПД, если особенно у новичков. Это потому что новичок еще не умеет уверенно говорить по телефону, не умеет закрывать встречи на то, чтобы человек 100% захотел и пришел. И, естественно, человек это чувствует, неуверенность. В результате новичок сидит, или даже середнячок, или даже топ-лидер иногда, а человек не приходит. И это очень просто, ну, вы теряете час времени, два часа времени. Представляете, сколько часов, вот если у вас срывается встреча, одна встреча, к примеру, в неделю, и вы тратите на это, ну, два часа, нужно в офис доехать, там, посидеть, вернуться домой, да, посчитайте, два часа в неделю, восемь часов в месяц. А если умножить на 12 месяцев, это очень много. Соответственно, здесь мы работаем с теми людьми, которые хотят подписаться на автомате, а не сами. Далее, мы работаем офлайн, листовки, лапша, опросы, газеты. В интернете вы можете настроить рекламу на автомате. И очень важный момент, который не всегда всем понятен, не всегда его принимают. Вы, кстати, можете написать, что, если я с этим не согласен, вы прям можете написать в чате. То есть вы, если считаете, что сетевой бизнес – это ваш бизнес на 100%, возможно, в ваше время еще не пришло осознать, что это не так. В действительности ваш бизнес – это только то, чем вы владеете на 100% и управляете. Когда мы просто дистрибьютор какой-либо компании, продукция – это не наша, ценовая политика не наша, домен не наш, в принципе, структура не наша. То есть нас могут и дисквалифицировать, терминировать, поднять стоимость, или наоборот ее опустить, какой-то промоушен, а я не хочу промоушен. То есть вы в любом случае лишь как бы посредник. Это не на 100% ваш бизнес. Это прекрасная бизнес-модель, это прекрасная возможность, потому что не надо много инвестировать, и вы можете зарабатывать деньги. Но очень важно понимать, что это инструмент для получения доходов, и очень важно потом это куда-то инвестировать, перенаправлять денежный поток, который дает вам чек от компании. И в интернете это именно то, что мы делаем, и это называется множественные источники дохода – это мой бизнес. Понимаете? Подписная база. Вот все, кто сегодня пришли на данное мероприятие, очень многие читатели из моей рассылки или из рассылки других наших партнеров. То есть это и есть наш актив. То есть мы можем, скажем так, отправить письмо, сделать акцию, распродажу, или сделать какое-то очень хорошее предложение и рекрутировать человека в бизнес в тот момент, когда мы сами это решаем. И здесь намного больше контроль над бизнесом, когда вы онлайн. Но есть, конечно, и свои минусы. В любом случае каждый выбирает то, что он готов сейчас верить, модель, которую в свое время выбрал я, и те результаты, которые вы уже сегодня видели, это то, что множественные источники дохода. Соответственно, очень важно понимать, что когда вы только в MLM, у вас есть только чек от компании. А когда вы развиваетесь онлайн, у вас есть чек от компании, у вас есть еще и другие возможности. Это бесконечный потенциал. Итак, теперь кому непонятно, что такое MLM 2.0, поясню. Значит, это, безусловно, фундамент того, что мы делаем. И вы знаете, вот я недавно был на мероприятии своей компании, буквально вот на выходных, и очень часто я об этом слышу и это вижу. Когда вы развиваете офлайн бизнес и вы приходите в интернет, то самая грубая ошибка – использовать те же методы, но на новом инструменте. Это грубейшая ошибка. То есть вы не можете, как бы это вам привести пример, то есть вы не можете быть футболистом и прийти в баскетбол и гонять мячик по полю. То есть там совсем по-другому, там не ногами, там руками играют. Так и здесь. Если вы из офлайна приходите в интернет, это другие стратегии, это другой подход. И первое, что вы должны запомнить и записать, что вы должны всегда делать привлечение людей в бизнес не на компанию. Запишите это и запомните. Неважно, какая компания крутая, вот она только что стартовала, неважно, какие у нее там рекорды Гиннесса, там революционные продукты, приглашайте людей в команду, приглашайте людей на свое имя. Поверьте, вы очень сильно себе сэкономите много нервов, потерь, скажем, в отношениях, в бизнесе чуть-чуть позже, потому что, ну, разные бывают обстоятельства. Поэтому развивайте именно, скажем так, систему, когда вы будете привлекать в бизнес на ваше имя. Второе. У нас, естественно, тут все построено на автоматизированном потоке людей. Ну, это социальные сети и так далее, мы будем об этом говорить. Как я уже сказал, автоматизировано ТЕФ кандидатов и МИД, то есть множественные источники доходов. Вот по этой модели в первый же год я смог привлечь 133 дистрибьютора за 12 месяцев. Представьте, я пришел с нуля, то есть у меня был месяц, когда я 3 человека подписал, потом у меня был месяц, я 12 подписал, потом у меня был, помню, месяц даже 2 человека я подписал, и все равно за год я смог сделать статистику 133 человека. То есть средние – это более 10 человек в месяц, потому что были месяца, когда я подписывал до 25 партнеров первую линию. Вот так выглядит MLM 2.0. Теперь поговорим о множественных источниках дохода еще раз, потому что я видел в чате, что не все согласны с тем, что это не наш бизнес. Итак, давайте посмотрим. Значит, предположим, вы сегодня развиваете MLM бизнес в реале. То есть сегодня многие написали, что я офлайн. Предположим, у вас 1000 долларов, хотя маловероятно, что здесь сейчас сидят люди, у которых вы активны, у вас такая движуха, у вас энтузиазм, и вы зарабатываете 1000 долларов. Скорее всего, меньше. Это такая статистика. То есть очень мало кто зарабатывает сейчас из вас больше этой суммы. Естественно, предположим, вы хотите развивать бизнес еще и в интернете. Но опять же, это тот же бизнес, это тот же чек, но пусть у вас будет та же 1000 долларов. И в принципе, вот у вас есть только возможность на земле или в реале, точнее в реале или онлайн. И это опять же один и тот же бизнес. И по такой модели сегодня в вашей компании строит бизнес 90% людей. И здесь лежит 10% денег, во всяком случае, когда вы используете MLM 2.0. Теперь смотрите, где же 10% людей сегодня зарабатывают деньги, именно вот 90% всех денег. Когда мы в интернете можем рекомендовать какие-то обучающие курсы. Это называется партнерки. У нас сегодня, конечно, не будет тренинга по партнерским программам, но в конце мы об этом все равно немного поговорим. И представьте себе, что когда вы просто рекомендуете продукт, это точно так же, как в сетевом бизнесе. Если мы что-то пытаемся человеку продать, там навязать ему, втюхать, да, то результат обычно очень слабый. Но если мы говорим о бизнесе рекомендации, то есть правильный бизнес, то результаты намного выше. И когда вы в интернете пытаетесь развивать бизнес, самое важное это понять, что для развития бизнеса онлайн вам требуются дополнительные вливания денег в рекламу, в инструменты, в принципе, как и на земле. Вопрос, где брать эти деньги. Сетевики – это люди, которые очень любят обучаться. Я очень люблю обучаться, я уверен, что те, кто сегодня здесь присутствуют, тоже очень любят обучаться. И поэтому, если я вам предложу сегодня свой продукт, сказав, да, вот попробуй его, там, ты будешь лучше себя чувствовать, будешь хорошо выглядеть, что вы мне скажете, да, у вас есть свой продукт, у вас есть компания, вам это не надо. Но если я вам предложу курс недорогой, пройти его и получить лучший результат в вашем бизнесе, вы с удовольствием купите этот курс у меня сразу. Да, предположим, он стоит, там, 30 долларов, 50, 100 долларов. Вы готовы инвестировать в свою голову. Поэтому, естественно, продвигая партнерские программы, это бывает очень прибыльно. И дальше мы инвестируем эти деньги в нашу рекламу. Ну, а если вы дорастаете до высокого уровня, когда вы продаете уже свои курсы, свои услуги, это уже высокий уровень, вы, возможно, 2-3 года уже в интернет-бизнесе, у вас есть чем поделиться с людьми. Поверьте вам, за это будут платить очень хорошие деньги, если вы практик и у вас есть результат. И если вы сейчас внимательно смотрите на вот эту модель, вы должны еще раз просто понять, вот так работает MLM 2.0. У вас может быть бизнес в реале, у вас может быть бизнес в интернете, у вас есть рекомендация каких-то обучающих курсов, и вы получаете процент, и вы можете продвигать свои собственные услуги. То есть здесь в любом случае клиенты, аудитория людей, с которыми мы работаем, это сетевики, предприниматели. Но мы изначально сами предприниматели сетевого маркетинга. То есть мы не просто какие-то тренеры, а мы действующие сетевики. Тогда эта модель для вас работает, она не останавливается, она постоянно будет для вас раскручиваться и быть прибыльной. И, соответственно, вот таким образом у нас выглядят множественные источники дохода. То есть это ценность, которую хотят покупать другие сетевики, они готовы в это инвестировать. Вот это все разные курсы наших партнеров по бизнесу. И теперь, друзья, мы переходим к трем простым шагам для рекрутинга онлайн сегодня. То есть это ваша рекрутинговая машина. То есть сейчас мы переходим конкретно, скажем так, к модели того, что вы должны делать, когда сами стартуете в онлайн или вы собираетесь создавать какую-то систему, либо привлекать людей и обучать их, что они должны делать. Мы начнем с самого простого. Значит, первое, безусловно, вы должны понять, что какой бы у вас не был сайт, какие у вас не были бы, ну, скажем так, крутые платформы, знаете, я не знаю, там даже, может быть, в социальных сетях у вас. Вот завели аккаунт в Инстаграме, потому что все говорят в Инстаграме, это реально. Сегодня очень хорошо продается косметика, продукция по похудению, потому что можно фотографии постоянно делиться, и там как бы все очень просто. И это, кстати, работает, и даже, кстати, в моей компании. Но ситуация в том, что даже в Инстаграме, или ВКонтакте, или в Фейсбук, или еще где-то нужны люди. Они должны приходить и видеть. Они должны быть, соответственно, вашим либо поклонникам, ну, кто будет нажимать «Мне нравится», кто будет читать вашу ленту новостей. То есть вам в любом случае нужны посетители. Над этим нужно работать. Мы будем сегодня об этом говорить, но забегая вперед, я хочу сказать, вы должны запомнить простую вещь. Если у вас нету дистрибьюторов в бизнесе, значит, у вас просто нету трафика. То есть вам просто нужны посетители. Есть посетители, будут кандидаты в бизнес, есть кандидаты, будут и партнеры. Более того, вы должны уяснить для себя, что когда мы говорим про какой-то метод трафика, всегда нужно смотреть на то, что невозможно создать бизнес, используя один. То есть если вы хотите реку, такую, знаете, полноводную реку из трафика, вы должны создать 10 ручейков. Именно так я начинал с таких примитивных методов, которые сегодня мало кто использует. Хотя я точно так же начинал там с бесплатных досок объявления, с комментирования постов, только чтобы получить вот этих нескольких 5-10 человек на мой сайт, из которых 1-2 станут подписчиком. Поэтому, естественно, друзья, посетители, этот процесс постепенный, его нужно создавать и наращивать. Второе – это мини-сайт, сайт-воронка. Это очень простая модель онлайн-бизнеса. То есть вы должны, придя в онлайн, всегда запомнить, что вы должны направлять людей не на сайт компании, а в свой собственный подписной лист вот с помощью таких простых мини-сайтов. Тупо заголовок, форма подписки, и человек хочет оставить имя e-mail, а мы ему взамен что-то полезное, какую-то рассылку, может быть, какое-то видео. И мы должны собирать вот этот список контактов с помощью вот таких форм, а не с помощью социальных сетей, блогов и так далее. Ну и, наконец, третье – это бесплатность. То есть недостаточно просто сделать такую форму подписки и написать «подпишитесь на мои обновления» или «получайте новостную рассылку». Нет, мы должны дать что-то реально, что человек захочет подписаться и узнать. На этом этапе как раз вы начинаете продвигать свое имя вместо своей компании. Это может быть серия писем, видео, вебинары. Кстати говоря, частый вопрос «где взять бесплатность?» – самый простой ответ. Идете на YouTube, находите бесплатные какие-то видео в свободном доступе известных каких-то предпринимателей, там Team Sales, там Роберт Киосаки, Рэнди Гейдж, Том Шрайтер. Это бесплатные видео, которые можно также давать за подписку. И все, у вас уже есть полезность, человек вас запомнит. И вот такая простая модель в итоге будет вам приносить партнеров и клиентов, если все у вас грамотно настроено. То есть, как видите, это очень просто. И это одновременно, вот эта модель, она еще называется воронка. То есть, воронка спонсирования, воронка продаж. То есть, нам нужна численность для того, чтобы люди зашли на наш сайт, какая-то небольшая часть подпишется, какая-то небольшая часть станут нашими кандидатами и потом партнерами в бизнесе. Поэтому, друзья, вот таким образом выглядит система. Например, напишите в чате, вы видите, что сама система очень проста. То есть, чтобы у вас было сразу понимание, что достаточно трех элементов, с чего начать, с чего стартовать. Напишите в чате, да, если вы видите, что она проста. Это первый вопрос. И дальше я хочу спросить, хотите ли вы научиться использовать эту систему, но более виртуозно. То есть, она, чтобы у вас была более продвинутая, более навороченная, ну и, соответственно, больше результативная. То есть, если да, напишите в чате, и я глотну чайку, и мы пойдем дальше. Хорошо, отлично. Тогда едем дальше. Теперь мы немножко углубимся. То есть, вы понимаете, я вам показал костяк. Теперь давайте копнем. Итак, шесть элементов. Обратите внимание, что здесь справа есть такой желтый листик. Это будет пометочка на тех слайдах, которые частично отражены в вашем конспекте, где есть такие пустые поля, которые вы можете заполнять, ну, пустые строчки, чтобы у вас лучше вы запомнили, да, какие элементы. Потому что это потом вы будете давать своей команде, своим дистрибьюторам. Поэтому шесть элементов успешного запуска автоматизации в MLM. Первый элемент, прям берем конспект и записываем, это хостинг. По этой ссылке можете найти для себя тот хостинг, который лучший в рейтинге. Второе. Всегда нужно выбирать домен в зоне ru и в зоне com. Очень часто возникают вопросы, если можно взять там kz, ua, lv, можно. Но вы вот буквально где-то месяц назад мне задали этот вопрос тоже вконтакте. Я просто ответил так же, как вот сейчас вам скажу. То есть вы должны понять, кто у вас большая аудитория ваших потенциальных кандидатов и клиентов. У вас может быть kz, ua, еще какие-то домены, как запасные, дополнительные, но вы все равно должны понять, что большая часть ваших клиентов и дистрибьюторов сегодня находятся в зоне ru. Поэтому вот исходя из этого, не из-за того, что какую сторону вы занимаете, в политическом вопросе или еще каких-то там, я не знаю, своих собственных размышлений или национальности, мы пришли бизнес сюда строить. Поэтому вот так вы и должны руководствоваться. Третье. Мини-сайт Воронка. То есть это важный элемент. Четвертое. Рассылка на смарт-респондер. Это тот сервис, который сегодня имеет оптимальное качество. И, скажем, цена и качество. Потому что те фишки, секреты, которые сегодня обладает смарт-респондер, очень мало кто обладает. То есть смарт-респондер постоянно развивается. В свое время были конкуренты, но они сейчас отпали. Включая, кстати говоря, из-за того, что курс доллара растет. Когда-то некоторые пользовались западными аналогами. Сейчас уже это невозможно. Поэтому смарт-респондер оптимально. Ну, пятый элемент трафик. Мы об этом будем говорить. Шестой. Подписчики. С одной стороны, очень как бы пункт к чему он. И так понятно, что нужны подписчики. Но здесь важно понять, что трафика недостаточно. Есть такой элемент, как конверсия. То есть сколько людей зашло, сколько подписалось. Поэтому над этим тоже надо работать. То есть подписчики просто так тоже не появляются. А если будут подписчики, то потом нужно с ними тоже работать, чтобы были партнеры. Ну и, наконец, седьмой элемент. Я решил его все-таки сюда вынести со звездочкой. Что он необязательным является для тех из вас, кто пришел сюда на частичную, скажем, занятость в интернет. Ну, то есть вы оффлайн все равно. У вас основной источник дохода. Основное время вы там проводите. Вам блок не нужен. То есть он вам бесполезен, потому что занимать будет у вас время, ресурсы. Он вам, по сути, не нужен. Вот те, кто в онлайне развивается, да, блок может быть очень классным инструментом. И вы сегодня увидите, насколько он для меня бывает очень и очень результативным. Поэтому для вашей команды вы можете вот эти шесть пунктов записать. Это то основное, что они должны делать. Ну и, конечно, вы. Теперь поговорим еще немножко. Я вам решил дать секретики по поводу выбора домена. Я вот буквально натолкнулся недавно на домен, который мы довольно давно уже объясняли вообще, как надо выбирать домены. И самая грубая ошибка – это вписывать в название домена название компании. Итак, вот основные правила. То есть вы можете их, в принципе, быстро переписать, что, опять же, это зона ru и com. Распространенный вопрос, что мне делать, если домен в зоне ru занят, а в com свободен. Так вот, если в зоне ru занят, то мы зону com не рассматриваем. Ну и, соответственно, правильное сочетание слов. Если зона ru, лучше перед ним слово русское, но имеется в виду латиница. Если английское, то лучше в зоне com. А вообще лучше, чтобы вы выкупали, как я и сказал, несколько зон, потому что люди автоматически сегодня… Вот я, если честно, иногда сам путаюсь с доменами некоторых своих знакомых, партнеров, автоматом вбивая зону ru. Да, как мы говорили, это большая часть наших клиентов, нашей аудитории. Мне выдают ошибку. Ну, оказывается, это в зоне com надо искать. Поэтому не теряйте на этом трафик. Четвертое. Мы не используем цифры. Его надо легко запомнить, по возможности легко написать и лучше без ошибок. Без тире и дефисов, потому что это не запоминается, то есть люди потом забудут про тире. Без названия продукта, без названия компании, то есть домен должен быть универсальным. То есть домен, если кому непонятно, название сайта. Яндекс, гугл, да, это все домены. Поэтому не надо указывать в домене. Я просто не для рекламы объясню, что вот я недавно видел домен, я не помню подробно, но что-то наподобие superamway.ru. Вот, грубо говоря, вот так. Так, поэтому вы должны понимать, что вы не должны указывать название компании. Это сразу вас лишает интереса со стороны того человека, который мог бы с вами пообщаться, возможно, заинтересоваться вашим бизнесом. Но вы ему даете ссылку, и он все понимает заранее. То есть нельзя так делать, то есть должна быть интрига. Это знаете, как типичная ошибка начинающих это делать презентацию по телефону, не как бы не закрыв встречу. То есть мы по телефону только интригу создаем, чтобы вывести человека на встречу. Точно так же в онлайн. Мы не должны как бы приоткрывать завесу, о чем пойдет речь в рассылке, да, когда человек подпишется на бесплатный курс. А так он сразу понимает, о чем пойдет речь. Итак, ну и наконец, именные домены тоже частый вопрос. Вы должны понимать, что именные лучше для блогов, а не для сайтов воронок, то есть не бизнес стиля. То есть вот у меня у кирилла.ру, это для блога, а работа из дома.ру, это уже для бизнеса. С этим, я надеюсь, понятно. Едем тогда дальше. Теперь, друзья, две стратегии создания объявлений в 21 веке. Вот то, что я вам сейчас покажу, это то, о чем мы уже сегодня говорили, в том числе очень распространенная ошибка, когда человек приходит из оффлайна в интернет с теми же самыми стратегиями, которые он использовал раньше. А здесь они еще хуже работают. Вы должны думать не столько о том, что вообще сегодня вы продаете, когда вы приходите в интернет, потому что здесь важно развитие бренда, о том, как вы это делаете. То есть как вы продаете и как вы продвигаете. То есть это должно быть не, скажем, ну вот то же самое, вы не должны говорить про какую-то компанию сразу в лоб. Это должна быть интрига и сначала какая-то польза. Поэтому сейчас вы можете это записать в вашем конспекте, что существует вообще всего две стратегии. Стратегия А. Вы продвигаете компанию. То есть вы говорите, я дистрибьютор такой-то компании и давай ко мне. Мы с тобой вместе построим классный бизнес. В принципе это может выстреливать, это может работать, но хочу обратить внимание, что это работает особенно тогда, когда у вас уже чек есть. А что делать начинающему, который знает только, что есть крутая компания, но результатов еще нет? Стратегия Б. Вы продвигаете себя. То есть вы позиционируете себя как специалист, то есть человек, который может помочь, который может научить, у которого есть система. Не важно, что она не ваша, а может быть это система спонсора. Но намного легче привлечь человека, заинтересовать его системой, чем компанией. Потому что система – это нечто такое, что уже работающее. И то, что, ну как бы сказать, по компании человек может опять же там отзывы какие-то читать и так далее. И система, то это проще продвигается, чем просто название компании. Просто вот это важно понять. И теперь важно, чтобы вы для себя записали вот эти пункты также в конспекте и обратили внимание на следующий момент. Когда вы продвигаете себя, я рекомендую забыть слова. Независимый консультант, независимый дистрибьютор, я партнер компании такой-то. Там НПА, по-моему, опять же, да, я говорю про Amway постоянно. Ну, как бы всем понятно. То есть, по-моему, так, да, вот говорят, да, то есть, я независимый предприниматель компании Amway. Друзья, забудьте про эти слова. Опять же, продвигайте себя как специалисту, у которого есть решение проблемы. То есть, наша система обучения, рекрутирования, заработка денег, тогда она более привлекательно звучит, смотрится и так далее. Поэтому продвигаем себя, затем продвигаем систему, и уже в конце мы продвигаем компанию. Как это работает? То есть, к примеру, человек подписывается на мою рассылку, он читает мою рассылку, и в какой-то момент у меня есть письмо, мы будем сегодня в конце об этом говорить, по системе обучения. То есть, я продвигаю, вот правильно написал Александр, да, ну, как бы, да, третью силу. То есть, ну, третья сторона, это намного легче, да, как бы давления нету. Соответственно, я говорю, у нас есть система, вы можете ее попробовать, вы можете ее, там, посмотреть изнутри. Это бесплатно. Вот, пожалуйста, заходите, можете зарегистрироваться. То есть, человек потихоньку начинает проникать в систему, в компанию вашу в итоге. Соответственно, он может видеть, что вот есть материал, есть видео, есть курсы, там, и так далее. И в итоге он попадает на презентацию, на презентацию компании, с помощью которой в итоге, да, мы и создаем эту систему. Вот так это работает в интернете намного лучше, особенно, когда мы используем MLM 2.0, чем когда вы сразу говорите, в какой вы компании. И я хочу сказать, что даже если компания у вас новая, это временно, пройдет полгода, и появятся еще с десяток новых компаний. Вы уже не будете в новинку, и что тогда? А если вы продвигаете систему, она намного долговечнее в плане заинтересованности людей, что это за система. Потому что вот система, она будет актуальна и через год, и через два, и через пять, и через десять. Просто поменяйте формулировку. Вот правильно написал Алекс, что мы продвигаем себя как эксперт, профессионал, специалист, а не консультант. Окей, теперь яркий пример. Например, то есть вы можете сами себе ответить, вот я вам сейчас сказал, что для вас более привлекательно. То есть когда вы говорите, я сетевик компании X, и активно это продвигаете, то есть такой вариант. Соответственно, есть другой вариант. То есть вы практикующий сетевик какой-то компании, и продвигаете свои знания, либо знания других людей. То есть решая проблему других сетевиков. Я уже об этом говорил, что если я вам предложу сегодня продукт или компанию, процентом соотношений, может быть, один процент сразу мне скажет «да». Ну, грубо говоря, да, так один процент. Но если я вам предоставлю решение проблемы вашей компании, недорогой курс, и скажу «слушай, у тебя отличная компания, и я хотел бы тебе помочь, потому что это для меня сработало». То есть так работает, да, бизнес-рекомендации. Я говорю, вот есть курс, я тебе его рекомендую. И в этом случае выхлоп может быть в 10 раз выше, в 20 раз выше. И человек, соответственно, хочет инвестировать в вариант, когда он хочет обучаться. Потому что сетевики любят обучаться. Но проходит время, и курс-то как бы человек прошел, а подпитка информации нужна постоянно. И я куда пойду? К вам. Потому что вы мне порекомендовали хороший курс в моем бизнесе. Вы меня не тянули к себе. У каждого из нас есть своя компания. И вам комфортно, потому что у вас есть цели, амбиции, вам все нравится. Вы видите сцену, чеки, вы хотите там преуспеть, а не прыгать постоянно в новую компанию. Соответственно, вы потом пройдет время, можете задать вопрос, а есть ли вот такой-то курс, а что ты можешь порекомендовать по YouTube, а может быть по Facebook. А вот мы начали использовать вот Smart Responder, а если что-то. И все, в этот момент начинает работать как раз вот этот магнетизм. Это называется магнетический маркетинг. То есть вы начинаете притягиваться ко мне как к полезному источнику информации. И я могу вам сказать, что из опыта спустя полгода, год, у меня бывало месяц, вот настолько человек прикипает, потому что он видит, что здесь тонны пользы, он уже там себя не видит в другой компании. И он хочет работать с вами, потому что вы оказались для него более полезным, чем его спонсор. Потому что вы не тянули его никуда, и он уже к вам просто относится как к хорошему человеку. Ну а когда вы еще и пользу ему начинаете приносить вот такими советами, консультациями, рекомендациями, проходит время, он хочет к вам в команду. Вот так это работает модель. Так это работает для меня и для сотен людей, кто правильно использует эту модель бизнеса. Ну и соответственно, просто смотрите пример объявлений. Какое объявление вы сами выберете? Присоединяйтесь к новой компании X, и мы поможем вам построить высокодоходный бизнес в интернете. Давай, давай, быстрее. Это яркий пример, мое лучше, чем твое. И этот подход отталкивает человека. Потому что как только человек начинает пытаться показать, что он умнее, он лучше, это возникает как бы уже отторжение. И наоборот, мой секрет номер один заработка в MLM раскрыт по шаговой инструкции. Я, друзья, в свое время именно на это объявление пришел и начал обучаться. То есть именно такое объявление когда-то давным-давно я наткнулся, и в итоге я стал один курс приобретать, второй курс приобретать, и я втянулся в этот процесс, и там было много пользы. Конечно, тот человек работал в компании, которая еще курсы выпускал, она мне не подходила. Ну мало того, что она была западная, там были курсы цифровые. Я фанат велнос, индустрии велнос, да, то есть все, что связано со здоровьем, с питанием и так далее. То есть меня цифровые всякие штучки не интересуют. То есть важно, чтобы было в сетевом бизнесе комбинация и денег, и здоровья, и удовлетворения. Поэтому вот вы должны просто сейчас понять, к какой категории вы относитесь. Если вдруг вы относитесь к первой, я рекомендую вам побыстрее изменить вашу стратегию, и, соответственно, вы просто увидите другой результат, другой подход. И, соответственно, люди смогут к вам по-другому относиться. Окей, ну теперь переходим к 10 топ-личных методов привлечения кандидатов в MLM, конкретно то, что работает для меня сейчас. То есть я могу вам привести 30 методов сегодня трафика. 40, там 50, можно там из пальца высасывать. Я вам показываю 10, которые для меня сегодня работают. Итак, это у вас, кстати говоря, также расписано в конспекте. То есть это тоже себе запишите. Итак, первый это Яндекс.Директ. Но, естественно, Яндекс.Директ далеко не единственный, и он для меня не был никогда первым, когда я только начинал. То есть когда я пришел в интернет, у меня были совсем другие методы. Ну вот, в принципе, какие здесь, только, наверное, без Яндекс.Директ. Второй метод, который сегодня я ставлю практически вровень с контекстной рекламы, это вебинары. Вот то, что мы сейчас делаем, у нас потрясающая, скажем так, атмосфера, да, и у нас хороший контакт. Да, что может быть лучше для того, чтобы холодный контакт онлайн превратить в теплый посредством таких вебинаров. Третий метод – это блог. Это в том случае, если вы, конечно, будете много уделять внимание по развитию бизнеса онлайн. Четвертый – видеомаркетинг. Видео. То есть записывайте видео, и самое классное, не обязательно, когда вы будете вживую, вот на камеру. Можно записывать, когда вы за кадром. Эти видео тоже отлично работают. Это называется видеопродажники. Это слайдовое видео, когда вот сейчас. Представьте, это тоже как видеопродажник. Просто текст на слайде, вы меня слышите за кадром. Голоса достаточно, чтобы убеждать человека, рекрутировать, разжечь в нем желание работать вместе с вами. Достаточно текстов на слайде и вашего голоса. Пятое – фейсбук, вконтакте, инстаграм. Шестое – интервью. Потрясающий метод для начинающих. Находите человека, может быть, ваш спонсор, может быть, это какой-то предприниматель. Берете у него интервью, конечно, придется попотеть. Может быть, знаете, иногда курсы его приобрести только ради интервью. Здесь уже дело техники. И, кстати говоря, у меня сегодня будет немножко информации для вас по поводу того вообще, как это делать с помощью интервью. Седьмое – вирусный маркетинг. Это то, что сейчас, друзья, у нас на этом сайте. И я хотел бы попросить вас, если вам нравится, друзья, сегодняшняя информация, если вы чувствуете, что для вас это действительно полезно, нажмите под экраном кнопочки социальных сетей. То есть фейсбук, твиттер, одноклассники, вконтакте. Это, опять же, у нас как бы такой, знаете, бартер. То есть я вам даю эмоции, настроение, пользу. Притом, я надеюсь, что вы это будете внедрять, а вы нажимаете на кнопки социальных сетей. Поэтому, друзья, нажимайте сейчас по кнопкам. И я вот сейчас обновлю страничку, чтобы увидеть, сколько у нас прибавится лайков за этот период. Сейчас я вижу у нас где-то 1300, 475, 96, 2279. Вау, вконтакте вообще, конечно, почти в два раза превзошел фейсбук. Друзья, нравится сегодняшняя трансляция? Нажимаем тогда кнопки и напишите об этом в чате. Ну, то есть как бы то, что вы действительно… Так, одну минутку. То, что вы действительно нажали, чтобы я видел, напишите что-нибудь там в чате, там, пятерочку, десяточку. То есть просигнализируйте, что вы выполнили эту небольшую просьбу. И мы пойдем дальше. Восьмой элемент – PDF-отчеты. То есть это когда вы просто каким-то опытом делитесь, пишете просто, вот печатаете на клавиатуре в Word какой-то текст, пишете все это, даете потом на скачивание вашему потенциальному кандидату, подписчику, и все. Вот он и есть как бы PDF-отчет. Вот это то, что может также работать. Люди очень любят скачивать PDF-отчеты. Кстати говоря, это вот как конспект. Сегодня, да, я вас просил, скачайте конспект. Это тоже PDF. Девятое – всплывающие окна. Я могу вам сказать, что для меня в свое время… Спасибо, друзья, за обратную связь. Отлично. Для меня всплывающие окна где-то полгода назад, а может быть около года, буквально открылось новое дыхание. Напишите в чате, кто не хочет использовать всплывающие окна и не будет. Напишите «не буду», да, или наоборот, там, я буду использовать. Я вам просто покажу сегодня результативность, насколько могут быть результативные окна. Но мне важно ваше отношение, потому что, опять же, это, знаете, вот как с зоной. Мы можем брать зону РУ, зону УА, зону КОМ, КЗ. То есть мы пришли в бизнес точно так же со всплывающими окнами. Они вам не нравятся? Ну а так вы бизнес пришли строить или делать то, что только вам нравится? То есть, наверное, есть какая-то цель и амбиции. Чем больше амбиции, тем, соответственно, активнее вы будете использовать все методы, которые рекомендуют те люди, которые уже добиваются результатов. Поэтому, если вы против всплывающих окон, это нормально. Вот, я вижу «буду», вот Дашка написала «не буду». Так, отлично, не умею, есть кто-то «не умеет», будем еще как. Так, нравится «буду», так, ну кто, вот еще «не буду». Так, очень быстро убегает чат, на 15% выше конверсии. Вот, правильно написал, да, Андрей. То, что вы просто добавляете в свой бизнес, в свою копилку, 10, 15, 20% денег. Вот представьте, вы можете заработать сейчас 1000 долларов, а тот, кто всплывающие окна, использует 1200. Вы откажетесь от 200 долларов? А если 10 тысяч долларов, это 2000 долларов. Поэтому вот здесь очень важно понимать, что вы получаете. Ну и, наконец, десятый метод – это марафоны. Есть, конечно, другие методы, друзья, рассылки у авторов, комментарии на блоге, взаимопиар, почтовые спонсоры, статейный маркетинг, баннеры, форумы. Методов много. Я сегодня использую вот это 10 основных. Но опять я уже говорил и говорю еще раз, вы должны использовать больше, чтобы были ручейки. То есть сегодня Яндекс.Директ, да, мне приносит большую львиную долю. Но если я отключу сегодня Яндекс.Директ, я буду получать там 15, 20, 30 подписчиков все равно. Поэтому, друзья, отлично, спасибо за обратную связь. Мы едем дальше. Итак, я вам как раз продемонстрирую результативность всплывающих окон, в частности, на блоге. Вот представьте, за небольшой период, это было, по-моему, 2-2,5 года, я подсчитал, что у меня, при том эта цифра была еще там год-полтора назад, что у меня с блога, с разных там каналов, с разных источников пришло 1287-4 подписчика на 100% автопилоте из невидимого источника трафика. Что это такое невидимый источник трафика? Это люди, которые зашли на ваш ресурс, но по какой-то причине ушли, и вы даже понятия не имеете, почему они ушли, что им не понравилось, и вернутся ли они когда-то еще раз. И я могу вам сказать, что вот такие простенькие всплывающие окна – это просто еще одна зацепка, еще одна возможность. Я думаю, вы многократно слышали, что в сетевом маркетинге есть такое правило. Мы должны сделать несколько подходов к человеку, с разной стороны зайти. То есть, может быть, разными фразами, разными формулировками, разным контентом, разными результатами. Это то, что делает окно. Это еще одна попытка. И я хочу сказать, что вот это окно у меня было достаточно долгое время, и где-то полгода назад я поставил, то есть мы долго его готовили, то есть тут дизайнер поработал, программист поработал. И сегодня, представьте, одно вот это окно с моего блога приносит до 40 подписчиков в день. Это просто офигительный результат. Потому что, ну, представьте, в день может на мой блог зайти там 100 человек. Это 40% конверсия. А представьте, что я этих людей просто терял бы. И здесь, ну, в принципе, все стандартно. Там, да, картинка красивая, стрелка, форма подписки, цена. Тут много элементов, которые сработали. В том числе здесь бегущий счетчик. То есть он постоянно отсчитывает, что уже скачено там 6531, 32, 33 там и так далее. И я могу вам сказать, что вот это окно, оно просто возродило еще раз, убедило меня, насколько это убойная вещь, когда она правильно сделана и правильно используется. Поэтому это очень мощный инструмент, даже если только один этот. Итак, друзья, теперь у меня есть к вам вопрос. У меня к вам вопрос. Вот, я вижу, у нас есть даже кто-то против. Друзья, я знаю, что у нас время ограничено. И сейчас я уже вещаю где-то примерно час. И я хочу спросить вас, если вот за это время, которое мы с вами провели, вы получили уже пользу? То есть, и если даже вы сейчас, к примеру, покинете эфир, ну, по каким-то причинам, потому что примерно час уже, вы все равно сможете эту информацию внедрить в ваш бизнес. То есть, если действительно вы сможете, вы почерпнули что-то, и вы сможете пойти и что-то начать делать, и плюс это действительно было для вас полезно, напишите в чате «да». Ну, или если для вас не было, значит, соответственно, нет. То есть, чтобы была у нас обратная связь, и я хотел бы знать, насколько для вас это было полезным, для вашего бизнеса, напишите в чате ответ. Так, а я пока посмотрю, сколько у нас прибавилось лайков. Так. Ну, вообще шикарно, я смотрю, у нас в Facebook прибавилось, ВКонтакте. Так, ну, хорошо, отлично, друзья, я рад. И я хотел бы сейчас, чтобы вы просто посмотрели на вот эту картинку. То есть, я ее заранее предполагал, да, я ее заготовил, чтобы у нас знать, да, что у нас отличная трансляция, и для вас это действительно будет польза. Но главное, конечно, чтобы эта информация не лежала, чтобы вы ее внедряли. Хорошо. Ну что, мы тогда идем дальше, и сейчас я хотел бы вам показать отзыв вот этого человека. Да, то есть, это очень известный предприниматель, зовут его Артем Нестеренко. И представьте себе, что в свое время вот все то, что я вам даю, когда-то я начинал, и Артем в свое время это тоже начал изучать, как вы сегодня. То есть, он пришел точно так же, он слушал, он приобретал курсы, и он оставил вот такой отзыв на ту информацию, которую сегодня в том числе я вам даю. Да, он написал, Кирилл сделал действительно мощнейший обучающий курс, который «бери, делай и получай результаты». То есть, это вот тот опыт, который он в свое время перенял. Хотя в действительности это постоянно идет взаимообмен. Это нормальная рабочая, скажем, обстановка, когда мы взаимо делимся какими-то секретами, фишками, там, наработками. И он написал, что он проработал тщательно формулу. То есть, это то, о чем мы сегодня говорили, и взял очень много для своего бизнеса. То есть, мой бизнес действительно работает на автопилоте и приносит десятки тысяч долларов ежемесячно. Но я думаю, мало, наверное, кто не знает сегодня в Рунете Артема Нестеренко в индустрии сетевого маркетинга. И представление, я думаю, особо ему не нужно. Но вы видите, что этот человек ссылается на эту информацию, в том числе, которую вы сегодня, друзья, получаете. И поэтому я хотел бы вам сейчас показать. У нас сейчас будет такая небольшая презентация, и потом мы продолжим контент. То есть, те самые 8 пошаговых писем, которые я вам обещал. Да, я вижу вопрос, он обязательно еще будет освещен. Итак, друзья, как можно вообще выйти на чек вашей малом компании, получать тысячи долларов каждые 30 дней? Вот в свое время, когда я внедрил информацию, и это, естественно, не один день, не один месяц, не один год, но это то, что в свое время мне дало большой бум в моем бизнесе. То есть, товарооборот превысил 200 тысяч долларов. Притом, представьте, что это было сделано за 24 дня. Когда мы сегодня с вами говорили про кандидатов, то есть, вот представьте, сегодня, когда я включаю свою систему, при том ее можно включить, отключить, я могу легко получать 80 кандидатов в день минимум на 100% автопилоте. То есть, люди просто хотят, готовы пообщаться со мной в скайпе. И, соответственно, это очень простая техника, когда вам не надо куда-то ехать, выходить из дома и так далее. И сейчас я вам просто покажу специализированное решение по развитию вашего MLM бизнеса в интернете вот по тем стратегиям, которые я вам только что показал. Это такой курс и тренинг, который мы в свое время записали с лидером Анной Тимошенко. Это бизнес-леди, мы вместе сели и, скажем так, сложили наши знания и выдали вот такой курс. Это формула денег в MLM, то есть, это эффективное рекрутирование через интернет. То есть, данный курс, он целиком посвящен тому, как можно использовать интернет, включая и партнерские программы, то есть, инфобизнес и все те методы, о которых мы сегодня говорили. Вот, да, формула денег в MLM. И, соответственно, просто я вам покажу результаты свои, ну, как бы мои результаты вы уже видели, теперь вы можете видеть результаты Анны. Да, то есть, ее результат по системе MLM 2.0, то есть, когда она продвигала, вот, рекомендацию делала, каких-то курсов, вы можете видеть 452 тысячи рублей. То есть, очень неплохая добавка к чеку. Или вот здесь, да, 177 тысяч рублей. То есть, опять же, это просто дополнительный источник дохода. Вот, ее вот, кстати говоря, можете также видеть результаты, да, по чеку. Чек в MLM у Анны в свое время доходил до 8 тысяч долларов в месяц, что, естественно, очень о многом говорит. Но, как я уже также не раз упоминал, система MLM 2.0 позволяет вам делать то, что у вас больше появляется свободы. Сегодня Анна записывает какие-то дополнительные курсы, там, ездит на машине по городу. То есть, она именно получает удовольствие от жизни. То есть, это то, что, опять же, дает MLM 2.0. И давайте просто посмотрим внутри, что у нас тренингов «Формула денег в MLM». И я хочу, друзья, еще раз сказать, что у нас сейчас такой небольшой промежуток, и потом мы продолжим наш контент. Я чуть позже объясню, почему. Итак, внутри тренинга есть специально 12 обучающих видео для начинающих. То есть, если здесь есть новички, соответственно, этот модуль для вас. У нас там внутри есть 5 модулей тренинга, которые состоят из 10 вебинаров. То есть, вебинары все очень четко, никакой воды. Конкретно от и до, с чего нужно начинать, когда вы приходите в интернет с амбициями, и как дойти до самых верхов. У нас есть вопросы и ответы по всем модулям. У нас есть специальный VIP-модуль, который состоит из двух вебинаров дополнительных. То есть, там информация более продвинутая. То есть, вы, естественно, пока смотрите уже по своей загруженности, либо по своему уровню подготовки. Также мы записали чуть позже дополнение. То есть, мы добавили к VIP-модулю еще один вебинар. По-моему, там даже 2 или 3 вебинара мы добавили. Очень полезный. И также вопросы и ответы. Также, друзья, впервые я сегодня объявляю, что сейчас, вот пока вы находитесь здесь, у вас есть возможность получить доступ к профессиональной автоматизации под ключ для вашего малом бизнеса. То есть, мы никогда не нонсировали массово на таком количестве свои наработки. Вот представьте, что в свое время я и моя команда, мы сделали около 500 автоматизаций партнером разных уровней. И у нас есть, естественно, определенные шаблоны писем, есть определенные наработки, техники, как лучше автоматизировать этот процесс. И, соответственно, вот эта профессиональная автоматизация у вас может оказаться в вашем арсенале. И при том, эту автоматизацию мы делаем своим партнерам, они делают потом для своих. То есть, это уже такая дупликация. У вас будет возможность получить к этому доступ. Также у вас будет доступ к двухдневному интенсиву, который в записи, с секретами продаж на 30 миллионов рублей. То есть, я поделюсь очень многими там секретами во время этого интенсива, и вы сможете его прослушать. Ну и, наконец, конечно, доступ ко всем слайдам вебинаров. И вот так у нас выглядит тренинг-центр. Давайте я сейчас попробую вам показать сейчас экран. А вы мне скажите, друзья, если вам будет видно. Я сейчас попробую перейти в тренинг-центр. Сейчас мы сделаем одну вещь. Так, показать экран. Сейчас у вас должно там обновиться. И я просто вам проведу вас немного по нашему тренинг-центру. Друзья, скажите, когда видно? Да, а вот сейчас должно быть видно. Да, сейчас я надеюсь, вам виден экран. Хорошо. Хорошо. Соответственно, представьте себе, что когда вы получаете доступ в наш тренинг-центр, который в формулу денег в MLM, который мы сделали вместе с Анной Тимошенко, здесь вот есть приветствие от меня, от Анны. Затем здесь есть модуль 1, то есть все необходимые материалы, которые вам нужны. Сейчас он у нас подгрузится. У нас, видимо, столько людей сегодня на тренинге. Такая нагрузка, что у нас даже некоторые сайты не работают. Если вдруг у нас будет медленно грузиться, ну, значит, мы тогда в другой раз посмотрим, да, вот это все. Либо я сделаю просто обзорное видео. Так, давайте попробуем зайти в раздел новичку. Так, ну, походу у нас действительно сегодня очень большая нагрузка, большая посещаемость, судя по комментариям, да, и судя по количеству лайков, что, друзья, у нас что-то не получается с сервером, поэтому живую трансляцию мы пока отменим, но в любом случае анонс-то, конечно, я вам сделаю и покажу уже на слайдах. Окей, тогда мы пока что это остановим, и мы продолжим тогда на слайдах. Окей. Итак, друзья, вот представьте себе, что вот здесь есть блок, который у вас позволяет вам проходить последовательно все модули, и, соответственно, вот еще раз, да, отзыв, и в том числе вот еще такой есть отзыв от Александра Волкова, который также прошел тренинг формулы денег в MLM. И представьте себе, что когда вот он проходил этот тренинг, он написал, что четвертый месяц подряд входит в мировой топ 300 компаний, и это еще раз подтверждает, что ваша деятельность имеет особую силу. Еще отзыв Валентина Егорова. То есть вот этот человек, который пришел абсолютным новичком, вот как говорится, чайник, да, он даже сам об этом написал, поэтому, чтобы вы понимали, что данный тренинг даже чайникам подходит. То есть он прослушал этот тренинг, ни разу не пожалел об этом, хотя и были сомнения из-за начальной подготовки. В результате полученной информации и рекомендации у меня появилась собственная воронка, регистрация домена, хостинг, рассылка, личный блок. То есть система готова, да, система была успешно запущена. Естественно, дальше, как вы помните, все дело зависит в трафике. И вот такой у нас есть специальный тренинг «Формула денег в MLM». И мы здесь рассматриваем тему, естественно, MLM, автоматизацию, партнерки, инфобизнес. И могу вам сказать, что на сегодняшний момент это один из лучших тренингов в соотношении цена и качества. Плюс у нас есть потрясающие отзывы, ну и, конечно, такие ведущие эксперты. Соответственно, это действительно сегодня одно из лучших решений на рынке. И сейчас, друзья, у меня один вопрос к вам. Напишите в чате, как вы думаете, сколько может стоить подобный тренинг, да? То есть когда он укомплектован именно практическими рекомендациями от тех людей, которые, естественно, очень преуспели в MLM 2.0. Напишите в чате, как вы думаете, сколько может стоить тренинг такого VIP-уровня. Так, я вижу, да, что у нас есть небольшая задержка. Вот. Я еще раз говорю, что мы подходим к нашей второй части контента. И, соответственно, мы также обязательно сегодня разберем и 8 писем нашей рекрутинговой рассылки. Итак, друзья, у нас три варианта участия. И это первый раз, когда я делаю нечто подобное, да? То есть первый раз, когда мы даем доступ к нашей автоматизации под ключ. То есть никогда за, скажем так, за границей, что ли, за рамки нашей команды не выходил данная информация. Итак, первый у нас стандарт бизнес и VIP, да, то есть три варианта участия. И, естественно, мы за эту, за этот тренинг-центр, который с обратной связью, с комментированием. Вариант стандарт – это 21 980 рублей. Вариант бизнес – 41 680 рублей. И VIP профи – 61 580 рублей. Это полная цена. Но сегодня на вебинаре у нас будет специальное предложение, как я вначале и говорил. Итак, стандарт вариант, то есть это чисто сам тренинг. Вы можете получить доступ сегодня за 4 990 рублей. На него у нас распространяется также гарантия. То есть если у вас что-то вам не понравится, всегда есть возможность вернуть деньги там 30 дней. Поэтому мы считаем, что если вы инвестируете, то есть давайте предположим, сегодня у вас есть деньги прямо сейчас, 4 990 рублей и разделите на 30. Это 166 рублей в день за то, чтобы мы помогали в развитии вашего бизнеса. Вы получаете также бонусы на 26 тысяч рублей. Если просто это просуммировать и посмотреть, сколько экономии, это составляет 42 990 рублей в вашей экономии при варианте стандарт. Теперь вариант бизнес. Вариант бизнес мы сегодня вам предоставляем за 14 990, что тоже очень лояльная стоимость, так как в нее входит автоматизация под ключ со всеми шаблонами. И это примерно 500 рублей в день. Здесь вы получаете уже больше бонусов. Это 48 137 рублей и экономия 74 827 рублей. Ну и наконец VIP профи. Это максимально. Сюда я вам чуть позже объясню. Сюда будут входить также вебинары. То есть до конца года я буду с вами работать один раз в месяц на вебинарах вопросов и ответов в специальной мастер-группе. То есть это 24 990, чтобы со мной по сути поработать, друзья, 4 месяца. То есть 4 месяца вы сможете задавать вопросы, либо я, либо технические специалисты будем вам отвечать. То есть работать над вашим прогрессом. 416 рублей в день за то, чтобы с вами работал 4 месяца долларовый миллионер. И бонусы здесь 68 537 рублей и экономия составляет более 100 тысяч рублей. То есть у вас есть сейчас на выбор 3 варианта. Но это еще не все. Прежде всего я хотел бы показать вам бонусы, которые вы получаете на каждом из уровней. То есть вариант стандарт у нас включает 6 бонусов на сумму 26 тысяч рублей. В первую очередь, когда вы начинаете развивать бизнес, мы говорили, что один из методов это YouTube. YouTube, то есть как можно продвигаться с помощью видео. То есть у нас есть специальный секретный PDF стоимостью 2500 рублей. Вы его получаете в подарок. Как можно быстро продвинуться в Google, используя конкретно только видео. Второй бонус вы получаете – это так называемые 43 проверенных сплит-теста. То есть те, кто из вас не знает, что это такое, то есть вы просто смотрите, какие нужно использовать слова в заголовке, какие цвета на сайте, какие элементы на сайте. То есть то, что работает и что не работает. Я могу вам сказать, что я, когда изучил информацию вот подобного уровня, я стал экономить по меньшей мере на своей рекламе. Точнее реклама, экономия плюс результат, который я стал получать вместе вот с этими сплит-тестами, стал за год более 7 тысяч долларов. То есть суммарно, да? То есть я узнал что-то, внедрил, что я делал неправильно, и я получил больше результатов. Соответственно, это стоит 2500, для вас будет бесплатно. Бонус номер три – это PDF-книга «Закон онлайн бизнес» или «Как открыть ЭП». То есть данная книга разбирает подробно все, что связано по законодательству на территории Российской Федерации. Естественно, развивая бизнес, нужно развивать его грамотно, платить налоги и так далее. Вот те, кто серьезно планирует развивать бизнес по системе MLM 2.0, очень рекомендую этот PDF. Бонус номер четыре – это список золотых контактов для быстрого запуска интернет-проекта. То есть представьте, друзья, вы сегодня хотите запустить систему автоматизации, какой-то проект, какой-то, я не знаю, продукт, красиво его оформить, чтобы у вас был сайт. У кого спросить, чтобы вам это сделали? То есть вы получаете вот этот список золотых контактов, которые мы составили вместе с Анной Тимошенко. То есть у нее есть свои наработки, у меня свои. Вы получаете списки вот этих людей, то есть их контакты, их email-адреса, их Skype, их имена. То есть что кто может для вас делать, по какой примерно стоимости. То есть это все внутри находится. То есть вам уже не надо ломать голову. Соответственно, бонус номер пять – это рекрутинговый вентиль 2.0, который мы обновили специально для данного тренинга. Сейчас он абсолютно новый, с новыми видео. То есть это система, которая мне вот и приносит сегодня кандидатов, которых я вам показывал. То есть это уникальная технология, мы не будем сегодня о ней говорить, но рекрутинговый вентиль – это одна из самых крутых вещей, которую я когда-либо внедрял в мой бизнес онлайн. И вот вы сможете, пройдя курс, и там есть вебинар по тому, как грамотно использовать данный скрипт для вашего бизнеса и как получать десятки новых кандидатов на полном автопилоте. Стоимость этого бонуса – 6 тысяч рублей, он идет вам бесплатно. Ну и наконец, друзья, еще я предоставляю вам специальный бонус. 3 миллиона рублей за 10 дней, то есть как мне удалось это сделать, отправив 26 писем, то есть когда мы запускали тренинг MLM на автопилоте 2.0. То есть стоимость этого бонуса – 6,5 тысяч рублей – вы получите бесплатно. Притом, когда я готовил вот этот бонус, я настолько в него вложился, то есть вы увидите все оформление писем, все тексты, все картинки, фотографии, все ссылки, где что было прописано, все это внутри, и вы просто можете брать их как шаблоны. Могу вам сказать, что я очень часто сам использую аналогичные вот эти шаблоны для продвижения моей MLM-компании, моего интернет-бизнеса в рассылке, вот используя вот эти шаблоны. То есть вы получаете это в подарок. Теперь уровень бизнес. То есть тут, друзья, добавляются еще три бонуса, то есть уже будет на 48 тысяч 137 рублей, и вот мы, наконец, дошли до эксклюзива. То есть это, друзья, абсолютный эксклюзив, профессиональная автоматизация под ключ для вашего MLM-бизнеса с текстами, которые будут сделаны под ваш бизнес. И мы готовы это делать за 3-5 дней. То есть тут уже зависит от того, кто быстрее просто предоставляет данные и так далее. То есть здесь мы загружаем вам рассылку под вашу MLM-компанию из 8 писем, то есть мы закачиваем туда шаблоны писем, потом мы их редактируем под вас. То есть вам просто надо сказать, вот здесь-то, вот здесь-то, тут маркетинг-план, тут вот такие проценты. То есть мы вместе с вами это прорабатываем, то есть это все настраиваем. Плюс мы вам даем три шаблона для приглашения подписчиков на вебинары и презентации в вашу MLM-компанию. То есть если в вашей компании, друзья, проходит презентацию онлайн, то есть вы получите шаблоны, с помощью которых можно приглашать подписчиков на вот эти презентации. Соответственно, мы также устанавливаем вам счетчик, устанавливаем сайт Воронку. Если нужно, мы вам приобретем хостинг-домен, рассылщик. Рассылщик будет там на три месяца за свой счет. Хостинг-домен на один год, рассылщик на три месяца. Если у вас, это друзья, все есть, то мы, соответственно, просто можем вам загрузить и настроить письма. То есть здесь вы сами как бы решаете. Стоимость вообще у нас автоматизации, если мы ее и предоставляем, это 19 700. Для вас она выходит здесь суммарно где-то раза в два дешевле. То есть очень хорошее спецпредложение под ключ. Ну и, наконец, бонус номер семь. Вы получите еще 20 видео по базовой автоматизации. То есть как вообще все это потом редактировать. То есть когда мы вам отдаем, вам же нужно уметь самостоятельно с этим разбираться. То есть вы сможете, пройдя вот эти элементарные видео, все это узнать. Вы также получаете еще от нас всплывающее окно на сайт Воронку. Это 1137 рублей. И также вы получаете еще комплект из 10 шаблонов сайта Воронок для компьютеров, айпадов и смартфонов. То есть это стоимостью 20 000 рублей. Вы также получаете вместе с автоматизацией. Ну и, наконец, друзья, уровень VIP. То есть тут уже 12 бонусов на сумму 68 537 рублей. И мы здесь добавляем специальный эксклюзивный тренинг для тех, кто хочет уже максимально. То есть вы хотите все. Все, что есть, все, что я знаю, все, что я могу вам дать. Тогда я, конечно, вам рекомендую также тренинг секреты Воронок продаж. В этом тренинге действительно самые серьезные прорывы осуществляются для тех, кто, ну вот знаете, очень такой пробивной, кто очень идет до конца, упорно вперед, кто хочет максимум. Те ребята, кто сегодня зарабатывают в моей команде, либо проходили мой коучинг, зарабатывают самые крупные, ну у них самые крупные доходы. То есть это там 100 000 в месяц, 200 000 в месяц, 250 000 в месяц. Это те, кто использует ту информацию, которая есть вот в этом тренинге, да, тренинг секреты Воронок продаж. То есть я вам покажу, что такое самоокупаемая Воронка, то есть как сделать так, чтобы подписчик к вам пришел, но вы не теряли деньги, а зарабатывали. Что такое партнерская Воронка, что такое мегаворонка, что такое автоворонка, с помощью которой можно очень классно рекрутировать людей в бизнес. То есть она будет автоматически и рекрутировать, и, соответственно, продавать ваши партнерские курсы. Что такое воронка автовебинаров или автопрезентаций. Как использовать сайт с закрытым доступом и абонентской платой. То есть когда вы просто принимаете с людей оплату, у вас есть какой-то закрытый раздел, либо это для партнеров, вы создаете закрытую зону. И, наконец, Воронка для VIP-сегмента. То есть как можно более дорого продавать для тех клиентов, которые у вас уже что-то купили, как их можно поднять на стоимость там 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 и так далее. Вот этот тренинг сам по себе стоит 19 900 рублей, но вы его получаете вместе с вариантом VIP. Плюс я вам приложу также бонус номер 10, это 11 эксклюзивных интервью, как заработать первые 100 000 рублей в интернете. Вот эти интервью как 11 мини-тренингов, то есть очень рекомендую вам их прослушать. Стоимостью 5 500. Ну и, наконец, бонус номер 11, вы также получаете тренинг Высшая лига онлайн-бизнеса. Это мой тренинг трехдневный, где я вот раскрыл очень много фишек, секретов конкретно по интернет-бизнесу. То есть там про оффлайн нету, то есть там конкретно MLM 2.0, инфобизнес и так далее. То есть стоимость этого тренинга 6 900, вы получите его бесплатно. Ну и, наконец, друзья, самое главное для тех, кто идет на VIP, то есть я понимаю, что вы инвестируете в свое развитие, то есть вы хотите максимум. Я готов для вас, то есть это решение было принято буквально вчера-сегодня, провести до конца года 4 вебинара специально для вас. Я либо мои помощники, потому что если вопросы технического характера, это значит будет обратная связь с моими помощниками. То есть это у нас вебинары вопросов и ответов по техническим моментам и стратегиям MLM 2.0. Притом обращаю ваше внимание, что данные вебинары раньше я проводил бесплатно. То есть бесплатно, то есть открыто, все, кто хочешь, приходи сейчас только для клиентов. То есть такие закрытые вебинары, они уже содержат дополнительную информацию, какие-то секреты. И обычно такие вебинары у меня не бывают, просто вопрос-ответ. То есть я всегда даю еще какой-то полезный контент. То есть стоимость этой мастер-группы 8000 рублей для вас, она будет бесплатна до конца года. Друзья, ну в принципе вот ограничения, вот то, что я вам сейчас рассказал, действует 48 часов, и мы набираем только 50 человек на уровень бизнеса или VIP. Причина проста, потому что автоматизацию – это работа вручную. Поэтому имейте в виду, те первые 50 счастливчиков, кто успеют запрыгнуть на подножку уходящего поезда, получат все вот эти бонусы, весь тренинг-центр, плюс автоматизацию под ключ за максимально короткий срок. Также у нас, естественно, друзья, есть гарантия. Смотрите, я вам лично гарантирую, что если вы прорабатываете весь материал, внедряете, анализируете, если не получается, есть вопросы, вы пишите нашу службу поддержки. Вы сможете также комментировать в разделе «Новичку» в нашем тренинг-центре «Формула денег в MLM». Если вдруг вы посчитаете, что этот курс, эта система не стоит затраченных денег, она не работает для вас, не приносит деньги, поток кандидатов, возврат денег без вопросов. То есть я обязуюсь, что если вы все делаете, вы просматриваете все видео, вебинары и внедряете, я могу вам сказать, результат будет. И тогда мы, естественно, сможем с вами обсуждать, что для вас это не сработало, и мы возвращаем вам деньги за то, что вы сказали, я все сделал, а результата нет. Никаких проблем. Итак, вариант стандарта «Бизнес» у нас 30-дневная гарантия возврата денег. Вариант VIP я даю 60 дней. Причина проста, потому что там большой объем информации, вам надо больше времени, чтобы ее всю внедрить, переварить. То есть, конечно, VIP выглядит самым привлекательным. Друзья, ну сейчас мы подходим ко второй части. То есть сейчас мы продолжим контент. И у меня еще для вас один вопрос. Кто хочет скидку на VIP пакет? То есть сейчас у нас он идет 24 990. Напишите в чате, если вот вам, у вас загорелось, да, вы захотели этот вариант. Но если бы вот еще подешевле, тогда, естественно, было бы вообще замечательно. Напишите, что да, хочу скидку на VIP пакет, чтобы мне было понятно, сколько у нас идет людей на VIP пакет. Сергей вот написал, а можно взять стандарт, потом перейти на бизнес или VIP по сегодняшней цене? Хороший вопрос, Сергей. Я объясню. Смотрите. Данный уровень, вот стандарт, сейчас мы не рассматриваем, чтобы его переводить на бизнес. Ну, потому что стандарт – это как бы есть стандарт. Так, если человек берет бизнес и хочет VIP, без проблем, то есть мы видим ваши отношения, мы вам идем навстречу. То есть, в принципе, можно стартовать на вариант бизнес, и у вас будет в районе, по-моему, 2 недели, чтобы перейти до VIP пакета. То есть вы просто доплачиваете, при том там никакой переплаты не будет, то есть вы доплачиваете до VIP вот эту недостающую сумму. Так, вот я вижу Юля, Валентина, большую-большую скидку, Валентина пишет. Светлана. Хорошо, друзья, ну, раскидка, очень как бы хочется скидку. Я готов, друзья, вам предоставить на вебинаре. То есть вот для тех, кто сейчас будет оформлять заказ вебинара, поэтому если вы смотрите в записи, имейте в виду, что этой скидки для вас не будет. Так, значит, сейчас, друзья, так как у нас ограничение по времени и ограничение по количеству мест. Так, сейчас, минутку. Я сразу вам в чате скину ссылку, а вы, соответственно, сможете уже начинать оформлять заказ, а мы пойдем дальше по контенту. Вот я ссылку в чате скинул. Так, вот сюда еще скидываю. Да, конечно, в прямом эфире. Это у нас не запись. Так. Так, друзья, вот я в чате скинул, и мы сейчас с вами переходим уже к следующей нашей части, разбору нашей рассылки из восьми писем. Сейчас я подгружу вам снова слайды. Сейчас, одну минутку. Так, ну вот ссылка, друзья. Значит, оплатите участие со скидкой, получите доступ, только 50 человек, обращаю внимание, еще раз, да, для бизнеса VIP. То есть тренинг-центр, вы получаете доступ моментально после оплаты, ну, это буквально займет у вас несколько минут, то есть даже меньше пяти минут. И пока у нас сейчас начнут уже первые заказы, вот я вижу, да, уже пошли. Друзья, мы тогда сейчас идем дальше, и мы как раз переходим к пошаговому плану из восьми писем для рекрутинговой рассылки. То есть я вам сейчас буду показывать именно ту систему, которая, по сути, мне принесла 400 плюс, то есть более 400 или около 400, но примерно эта цифра, порядка 400 дистрибьюторов в первую линию. То есть этот курс, он, конечно, время от времени немножко эволюционировал, в зависимости от какого-то спецпредложения, но, по сути, именно эта структура, которую я вам покажу, вы сможете внедрить и ваш бизнес, ну и, конечно, вы сможете ее использовать потом для ваших автоматизаций, для вашей команды. Итак, первым делом мы с вами разбираем систему, как у меня это организовано внутри, когда я использую вот модель построения персонального бренда, а не компании. То есть очень важно, чтобы вы сейчас взяли карандаш и бумагу, и чтобы вы понимали, о чем я буду говорить. Значит, смотрите. Вверху вы можете видеть, у нас находится мини-сайт-воронка. То есть мы это называем как бы первый уровень. И здесь обычно вот мы загружаем там 7 писем, плюс до сколько у вас хватит сил. Обратите внимание, друзья, что эта рассылка называется авторская, и в ней нет упоминания об MLM-компании. То есть она называется авторская, потому что она несет только полезный, уникальный контент. Ну, уникальный это в кавычках, его много повторяющегося. Но задача данного курса как раз сделать, чтобы я был для вас полезным, чтобы вы начали сами задавать вопросы. Или, соответственно, если у вас это авторская рассылка, то ваши кандидаты, почитав рассылку, им понравятся, и они захотят узнать больше о том, каким бизнесом вы занимаетесь. Поэтому вот здесь, как вы видите, 1-8 – это, скажем, ваш курс. Ну, то есть это может быть и 5 писем. Это может быть, ну, лучше не меньше 5, то есть которые идут каждый день. Соответственно, когда у вас курс, там, ну, будет 5 писем, тут будет 1-5, а потом начинается промежуток. Да, то есть здесь изображены письма, а не дни, чтобы вы понимали. Это не количество дней, это просто количество писем. 9-е, 10-е, 11-е, 12-е. То есть первые письма идут подряд сразу, то есть если их 5, то 5 дней подряд. Потом я рекомендую с промежутком от 24 часов до 72. То есть поэтому представьте, письмо номер 9 пришло там через 48 часов, письмо номер 10, к примеру, через 72 часа, письмо номер 10, там 11, 12 и так далее, то есть будет промежуток. В этой рассылке мы только даем пользу. Может быть, чем я занимался, может быть, я провожу вебинар, то есть то, что людей притягивает ко мне как полезный источник информации. Надеюсь, с этим понятно. Если понятно, ставим десяточки. Так, хорошо, да, я вижу ссылку. Спасибо модераторам, друзья. Итак, соответственно, следующий момент, когда человек уже попал в авторскую рассылку, наша задача, чтобы ему действительно было, ну, не просто как бы полезно, интересно, наша задача его в итоге перевести в нашу систему, да, то есть в нашу компанию. Поэтому у меня в районе 8-9 дня есть предложение, когда я предлагаю человеку узнать о моем бизнесе. То есть это может быть как письмо, знаете, к примеру, Кирилл, хотели бы вы узнать, в какой я MLM-компании. Вы уже столько времени читаете мои письма. Или очень хорошо работает письмо, когда как будто бы задали вопрос, но я обычно рекомендую, чтобы это было действительно по-настоящему, то есть вы пишете письмо следующего характера. То есть обращение по имени к подписчику будет написано, в какой вы MLM-компании. То есть у меня будет, к примеру, мне письмо приходит, Кирилл, в какой вы MLM-компании. Естественно, меня это интересует, потому что я хочу, чтобы человек, ну, как бы поинтересовался, значит, он, возможно, захочет подписаться ко мне, я, конечно, это письмо открою. Поэтому, друзья, здесь такой вот как бы интригующий заголовок, человек открывает письмо, и дальше мы рассказываем, что вот на днях мне поступил вопрос от одного подписчика, он спросил, в какой я MLM-компании я решил сегодня раскрыть карты. И, соответственно, если вы хотите почитать более подробно о нашей системе, о моем бизнесе, просто посмотреть со стороны, подпишите здесь. Человек переходит на новый сайт, и это так называемый второй уровень. Внутри будет опять же 5-7 писем, то есть сегодня я вам покажу 8 писем. Обратите внимание в том, что если вы используете Smart Responder, вам не обязательно сделать так, чтобы человек еще раз подписывался. Это не обязательно. То есть есть там функция, называется ссылки-триггеры. То есть человек просто кликает по ссылке, к примеру, да, хочу, и он автоматически будет подписан на еще одну рассылку, если он уже ваш читатель. Это очень удобно. Это конверсия намного выше будет, чем человеку нужно снова переходить на сайт и подписываться. Поэтому имейте это в виду, что такая функция есть, и она очень дает хороший результат. Соответственно, друзья, дальше у нас идет второй уровень. Обратите внимание, что они идут параллельно. У нас продолжается авторская рассылка, потому что это полезный контент. А здесь у нас идет рассылка рекрутинговая. То есть я буду рассказывать про маркетинг-план, про продукцию, систему обучения, про наставников, чеки там и так далее. То есть то, что человека может зажечь, он видит что-то, что ему понравится. Поэтому идут и тут письма с полезным контентом. И здесь как бы я уже открыто человека могу рекрутировать. Зачем это сделано? Почему нельзя сделать в одну рассылку? Причина номер один. Вы всегда должны помнить, что если мы будем только человека рекрутировать в лоб, то он отпишется от нашей рассылки и забудет про нас. Он никогда уже не захочет больше читать вас, потому что пользы от вас никакой. В этом случае человек все-таки получает пользу и его рекрутирует. И он все равно уже колеблется. То есть он, да, понимает, что может быть одно письмо по рекрутингу, второе, а потом они все равно закончатся и останется только полезный контент. Это первая причина, чтобы человек не отписывался. Вторая причина. Потому что когда вы хотите человеку отправить информацию о том, ну, скажем так, ну, может быть, у вас спонсор приехал, может быть, корпоративное мероприятие компании, там, знаете, или день рождения компании, вы должны отправлять это письмо по вот этой рассылке, которая номер два, то есть по рекрутинговой. То есть не надо отправлять по всем подписчикам. Тогда вы испортите отношения. Надеюсь, это понятно. Соответственно, когда вы отправляете информацию полезную, тогда мы отправляем уже по всей базе. Да, то есть по базе и подписчиков, которые у нас в авторской рассылке, и по рекрутинговой. То есть и тем, и тем это будет полезно. Но информацию, которая именно по компании, то есть узко, да, по этой тематике, мы отправляем только тем людям, которые подписаны на эту рассылку. Это, друзья, еще называется сегодня сегментирование, или мы называем еще такие переходные рассылки. Именно вот такая технология позволяет нам выстраивать доверительные отношения и не портить отношения с теми людьми, которые тоже в какой-то сетевой компании. Может быть, человек действительно просто подписался на наш бесплатный курс, и он продолжать хочет общаться с нами, и он не хочет, чтобы его постоянно просто заваливали какими-то предложениями, знаете, по MLM. Поэтому вот эта модель, она позволяет вам баланс держать, чтобы у вас и был и рост базы, и рост бренда, и рост структуры, и курсы продавались, и при этом не было большого оттока подписчиков. Подписчики в любом случае отписываются, но при такой схеме у вас будет как бы все нормально. Поэтому вот эту модель я рекомендую очень использовать. Надеюсь, с этим понятно. И тогда идем дальше. Теперь, что писать в рекрутинговом курсе. Итак, друзья, я вам сейчас дам план из восьми писем. Поэтому будьте очень внимательны. Этот план очень круто работает. Первое письмо, как вы видели на графике, да, у нас не с первого письма мы рассказываем про компанию. То есть очень важно знакомство, ваша личная история конкретно уже по MLM. То есть может быть у вас было в авторской рассылке информация по, ну, как вы пришли вообще в интернет-бизнес там и так далее. Здесь уже по MLM. То есть какие у вас были проблемы, какие были трудности, что изменилось. И, соответственно, вы предупреждаете человека, что ему ждать в ближайшие дни вашей рассылки. В первом письме я рекомендую вставить по скриптум, то есть на эти PS, мой бизнес, или здесь моя компания, или здесь мы развиваем MLM бизнес. То есть не нужно навязывать, но дать возможность тем, кто не хочет ждать завтра, нужно. То есть в этом письме у вас будет знакомство, но все равно ссылка, какие бы там еще ни были ссылки, обязательно поставьте на предложение вашей там компании, либо вашей системы. А вот письмо номер два, здесь уже конкретно мы будем говорить в открытую. Обычно можно начинать второе письмо с индустрии, с его маркетинга, то есть достоинства, преимущества. То есть что в этом бизнесе такого, вот почему нужно обратить внимание на эту, скажем так, на эту модель бизнеса. И в конце, естественно, опять же, на компанию, на систему обучения, то есть все равно давать какие-то ссылки уже нужно. Письмо номер три, мы начинаем раскрывать нашу онлайн-систему, если она у вас есть, я надеюсь, что она у вас есть или будет. Но в этом письме обычно именно про систему, помните, да, что это одно из самых первых, на что человек реагирует, а не на компанию. Письмо номер четыре, мы продвигаем обучающую систему, поддержку, то есть что-то про наставников. Затем письмо номер пять, это продвижение системы множественных источников дохода, результаты вашей команды и системы. То есть здесь вы можете затронуть тему по желанию, если у вас MLM 2.0, то есть у вас действительно партнерки используются, тогда вы эту тему продвигаете. Если вы не продвигаете MLM 2.0, то есть у вас нету партнерок инфобизнеса, это письмо убираете. То есть оно вам просто не нужно, потому что вы только как бы добавляете к вашему бизнесу интернет, то есть это не является у вас основной темой. Соответственно, письмо номер шесть, результаты команды, еще раз мы подводим, показываем команды, наставников, системы, и соответственно в конце у вас опять же будет постскриптум, либо уже конкретный призыв. Письмо номер семь, мы подводим итог вашей системы, и я могу вам сказать, что в этом письме в свое время у меня была очень фишка, которая добавила еще 10-20% мне партнеров в первую линию. В этом письме конкретно была информация, вот смотрите, у нас в команде, в компании была бесплатная регистрация. Все письма, которые были, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, мы человека мотивировали на бесплатную регистрацию, чтобы он просто посмотрел, как внутри. То есть мы говорили, что можно сделать заказ, но просто посмотрите. И очень важно понимать, что вы должны концентрировать всегда человека на одном шаге. Я никогда не говорю сразу с человеком о заказе, то есть я сначала его мотивирую на первый шаг, бесплатная регистрация. Это ни к чему тебя не обязывает, потому что человек все равно, сделав один шаг, он уже ближе ко второму, к заказу. Точно так же здесь в рассылке, то есть я говорю человеку, зарегистрируйтесь, это бесплатно, а в письме номер семь у меня была информация. Кирилл, вы уже зарегистрировались, но до сих пор не оплатили ваш заказ. Вы теряете время, то есть было письмо, как будто бы он уже зарегистрировался. Что в итоге получается? Для определенной части людей это письмо нерелевантное. Он не может понять, где он регистрировался, почему он... Ну как бы это не критично, он мог удалить это письмо, либо написать мне. И это вызывало как бы обратную связь. А те люди, которые действительно зарегистрировались в компании уже там со второго письма, с третьего, с четвертого, их очень классно это письмо мотивировало, потому что они понимали, что они теряют время. И в этом письме я мотивировал человека сделать хотя бы небольшой старт, ну знаете, там буквально 50 долларов, чтобы он сделал вот этот шаг на заказ и не терял время. Соответственно, он как бы мотивировался сделать вот этот шаг вот этим письмом, без моего личного участия. И поэтому вот после вот этого письма, оно было у нас в свое время письмо номер 5, но сейчас оно письмо номер 7, очень хорошо позволяло людей уже доводить даже до заказа. Небольшая может быть сумма, там 3 тысячи, 4, 5 тысяч рублей, но чтобы человек попал в систему. Вот таким образом, как бы мы предвкушая, что он уже зарегистрировался, его вот таким письмом мотивировали. Ну и наконец последнее письмо, мы просим мнение рассылки и предлагаем помощь. То есть здесь тоже это письмо сделано таким образом, чтобы выйти на человека, на контакт, на диалог. То есть люди обычно пишут, там при том был текст такой, было ли для вас это новым, или это уже вы считали, может быть вопросы, непонятно. Бывало люди писали, да, мне понравилось, есть вопросы. Или, к примеру, нет, мне это неинтересно. Но главное, что была обратная связь. То есть я уже знал, что есть люди, которые более активны, а есть просто мы их не слышим и не видим. Соответственно, также я рекомендую в рассылке вставлять предложение пообщаться лично в скайпе. Очень хорошо это может сработать в письме номер 7, когда человек зарегистрировался, но не оплатил, и я ему говорю, давайте пообщаемся в скайпе. И готов ему дать еще и бесплатную консультацию. Поэтому в любом случае по вот этим письмам вы будете раскидывать ссылки на регистрацию, на презентацию компании в том числе. У нас как бы тоже там упоминалось, что в такой-то день, в такое-то время вы можете зайти и послушать. И хочу сказать, что вот к этой системе очень круто, если вы еще и прикрутите автопрезентации. То есть автопрезентации – это автовебинары. Поэтому, друзья, предлагайте также сотрудничество, приглашайте на презентации, обязательно прописывайте, какие преимущества получит кандидат от сотрудничества с вашей компанией, командой и вами лично. То есть это прям, знаете, как бы три таких элемента. То есть что он получает от компании, что он получает от команды и что, когда вы еще с ним работаете. Ну и, конечно же, всегда не забывайте делать призыв к действию, то есть там выйти на связь, прийти на презентацию, зарегистрироваться. Каждое письмо вы должны мотивировать человека что-то сделать, кликнуть, скачать, посмотреть. То же самое мы делаем в рассылке в интернет-бизнесе, так и в рекрутинговой. Ну что, друзья, вот теперь мы подошли к окончанию, и сейчас вы просто можете быстро законспектировать как вариант мой план из восьми писем, которые я использую. То есть когда я запускаю письмо, то первый заголовок обычно – новый бесплатный курс. Не обязательно MLM 2.0, что угодно, но что-то такое, что заинтригует человека в первом же письме. Он подписался на информацию по MLM-компании, и сразу я ему обещаю бесплатный курс. Письмо номер 2. У меня идет формула зарабатывания денег в интернете. То есть так как я работаю по системе MLM 2.0, я человеку рассказываю не только про MLM-компанию, но и про то, что вообще как функционирует MLM 2.0. Письмо номер 3. 5 элементов успешной онлайн-системы. То есть там я рассказываю, что туда, к примеру, сайт Воронка, рассыльщик. То есть определенный инструментарий, который очень важно иметь, но без него в принципе невозможно, когда вы хотите рекрутировать онлайн. Письмо номер 4. У нас идет про нашу систему обучения. То есть у нас фокус-группа 90 дней на данный момент, и он ее получает бесплатно. Это, кстати, очень сильный мотиватор для тех людей, кто хочет развиваться онлайн. Письмо номер 5. Я еще раз проговариваю преимущества системы команды MLM 2.0 и рассказываю, что такое множественные источники дохода. То есть что есть партнерские программы, вот такие-то, такие-то. И в этом письме я как раз даю несколько ссылок на партнерские продукты. Это мне позволяет именно отбивать деньги на вложенную рекламу. То есть я заплатил за рекламу, подписчик пришел, он еще не стал партнером в бизнесе. Мне же нужно вернуть инвестиции. Естественно, это я делаю с помощью просто рекомендаций партнерок. Не обязательно это даже мои, это могут быть и другие. Хочу сказать, что когда у меня не было инфобизнеса своего, я рекомендовал курсы Евгения Попова, потому что у Евгения именно все по техническим моментам. Как записать видео с экрана, как записать аудио, как сделать свой первый небольшой сайт. Вот именно такие базовые вещи. И, в принципе, очень хорошо эти курсы шли. Письмо номер 6, ну там мой личный результат. То есть я просто показываю там свой чек, ну и конкретно уже мощно мотивирую человека на старт в бизнесе. Письмо номер 7, еще раз говорю про систему. То есть я уже обобщаю. Система рекрутирования, компания, система обучения. И, по-моему, как раз в этом письме у меня вставлены, знаете, как часто делают, почему это MLM-компания. И у каждого сетевика, знаете, есть такой список из 10 преимуществ, против которых, ну, у тебя как бы никаких нету, знаете, козырей. То есть каждый сетевик обычно заготавливает какие-то преимущества, которые именно относятся к его MLM-бизнесу. К примеру, новая компания или наоборот, там 30 лет на рынке, да, лучшие чеки компании или там еще что-то. И каждый вот это расписывает. И у меня, соответственно, вот это было в седьмом, по-моему, письме, где я говорил, вот смотрите, если вы стартуете со мной, вы получаете. То есть бизнес открытый там в 46 стран, простой потребляемый продукт, там очень выгодный маркетинг-план с выплатами там то-то, то-то, то-то. То есть главные моменты и включая систему обучения, систему рекрутирования и так далее. То есть как бы подвожу итог вот всего курса. Ну и наконец письмо номер 8, последнее, очень тоже хорошо работает, потому что оно как будто бы личное. То есть там идет, Кирилл, есть вопрос. Ну ты, естественно, думаешь, что реально вопрос, дай-ка почитаю. Ну и там понятно, да, там тоже рассылка. И там написано таким текстом, что мне пришла информация, что вы вчера закончили мой курс. Ну то есть, знаете, вот так немножко интригующе, что действительно я заметил, что мой подписчик закончил вчера курс. И он думает, что все происходит в реальном времени, и это, естественно, подкупает человека на дальнейший диалог. Конечно, я задаю вопрос, что ему понравилось, не понравилось, и я ему готов предоставить консультацию. То есть вот так у меня сделана рассылка вот из этих 8 писем. Восьмое, то есть там никакого контента, но, естественно, вопрос, чтобы вытащить человека на диалог. Вот такая, друзья, у меня структура рекрутингового курса. И это то, что вы получите, когда вы стартуете даже с варианта бизнес, когда мы готовы будем настроить вам под ключ вот эту автоматизацию. Сразу хочу сказать, точнее еще раз сказать, что мы никогда не делали такого массового предложения в плане того, что мы сделаем автоматизацию под MLM-компанию. То есть у нас никогда не было ни таких услуг на вебинарах. То есть у нас были штучные предложения, когда о нас просили, мы делали. Но это в любом случае дороже, да, под 20 тысяч это стоит. Здесь же вы можете получить, во-первых, автоматизацию, с вами поработают. Плюс, если у вас VIP-участие, вы получаете 4 вебинара. И, наконец, у вас еще вдобавок будет возможность получить доступ в тренинг-центр. То есть изучить вот то, что я сегодня рассказал. Я вижу, вот Владимир написал, да, в формуле MLM прорабатывается рекрутинговая рассылка. В формуле MLM, она прорабатывается примерно так, как сейчас я показал. Может быть, еще будут какие-то комментарии, но там в любом случае, Владимир, нету шаблонов. То есть, и я еще раз говорю, это очень эксклюзивная информация. Притом информация, которая мне в свое время, когда мы это все настроили, стала приносить вот такие результаты. То есть вот представьте, это вот здесь примерно 2 неполных дня. Да, вот это весь поток кандидатов ко мне на почту. И вот эта система за 7 месяцев я смог подписать 131 дистрибьютор в первую линию, когда мы ее, ну, знаете, там отточили. И чтобы вам было понятно, в среднем это 18 подписаний в месяц. Притом варианты старта были такими, не маленькими, там от 200 долларов до 1500 долларов. И все это мне позволило подняться на чек в компании в более чем 20 тысяч долларов. Ну, вот да, здесь вы можете видеть еще раз этот результат. И еще раз просто пробегусь по тому, что вы получаете. То есть, когда вы идете на вариант VIP, вы получаете все вот это, весь тренинг, всю автоматизацию под ключ, со всеми шаблонами сайтов, писем, приглашений на вебинары, презентации, плюс запись двухдневного интенсива. Ну, тренинг-центр мы с вами, в принципе, пытались посмотреть. Да, еще раз отзывы таких, скажем так, грандов сетевого маркетинга, инфобизнеса, как Артем Анистеренко, который в свое время также многие материалы наши изучал. Александра Волкова, который конкретно, при том он написал этот отзыв сам. То есть, он, по-моему, то ли ВКонтакте, то ли на почту написал этот курс. Я уж не помню, по какой-то теме мы с ним общались. И он написал, точнее, вот этот отзыв вот с таким результатом, что четвертый месяц подряд входит в мировой топ-300 компаний. Сейчас также активно продвигает MLM-компанию. Ну, Валентин Егоров, как я уже говорил, то есть даже с уровня чайника, чайники могут добиться здесь результатов, что система у них будет. А дальше просто это передается уже в структуру. Поэтому на данный момент могу вам сказать, что это одно из самых лучших предложений в Рунете. Еще раз, у вас есть вариант 4 990, 14 990, 19 990 только с вебинара. То есть потом скидка в 5000 рублей, она уже может исчезнуть. Ну и, соответственно, бонусы, которые я вам уже показывал. У нас есть вариант для продвижения вашего бизнеса через YouTube. У нас есть специальные проверенные сплит-тесты, которые улучшают результат. Как грамотно оформить бизнес, когда он начинает очень сильно развиваться, чтобы, как говорится, спать спокойно. Вы получаете готовый список золотых контактов тех людей, которые мне готовят сегодня, в том числе вот этот весь дизайн, оформление. Все это делается под ключ. Рекрутинговый вентиль – это одна из самых, как я сказал, крутых техник для рекрутирования кандидатов в Скайпе. То есть вы получаете пошаговый вебинар, пошаговое видео по установке, по использованию. Потрясающая технология, которую я сам сегодня использую. Шаблоны писем – 26 штук. То есть у вас уже не будет недостатка в письмах, которые реально продают и рекрутируют. Ну и, наконец, на уровне бизнес вы получаете, как я уже сказал, автоматизацию под ключ и, соответственно, все необходимые вспомогательные видео, чтобы у вас не было такое, знаете, вот вам все сделали, а дальше вы не знаете, что с этим делать. Вот здесь у вас будут все пошаговые видео, чтобы вы могли при желании самостоятельно все отредактировать и так далее. Притом всплывающее окно мы также вам ставим, когда вы заказываете автоматизацию, то есть если у вас вариант бизнес или VIP. Ну и, соответственно, как я уже сказал, секреты воронок продаж. Вы получаете доступ. Это один из самых убойных тренингов, которые я проводил. Один из эксклюзивных интервью и высшая лига онлайн-бизнеса. Вот это все, друзья, вы получаете как вариант VIP. Плюс, как я уже сказал, до конца года мы будем работать вместе с вами, когда у вас возникают вопросы. Ни один раз я еще ни разу не предлагал ни в одной группе возможность именно вот такой мастер-группы, на которой я в том числе буду отвечать по вопросам, потому что это тема, в которой я разбираюсь. То есть стратегия MLM 2.0 – это то, что у меня хорошо получается. Технический момент у нас есть специалисты, поэтому 4 месяца вы в любом случае, друзья, знаете, что у вас есть всегда куда прийти, где задать вопрос, пообщаться и так далее. Все это возможно в рамках вот этой мастер-группы. Ну и, друзья, значит, напоминаю, 48 часов, то есть у вас время завтра и послезавтра, то есть в пятницу этой возможности уже не будет, либо раньше, ну если 50 человек мы набираем на бизнес или VIP. Также я хочу, друзья, поздравить тех, кто уже оформил заказ, кто уже оплатил. Да, я вижу у нас сейчас, я посмотрю и поздравлю, кто у нас в чате. Я поздравляю Юлию Алешину, Юля, поздравляю, VIP-профи. Я поздравляю Елену, но фамилии тут нету, также VIP-профи. Также я поздравляю, у нас есть оформленный заказ от Наталии, VIP-профи. Поздравляю, Наталия. Так, теперь у нас сейчас посмотрим, у нас есть также Татьяна Карпухина, стандарт, поздравляю, Татьяна. Так, у нас есть еще оформленные через банк, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так, 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 VIP-профи, Светлана Смирнова, поздравляю. Так, также я поздравляю еще Ларису Жоголь, вариант бизнес. Лариса, поздравляю с вариантом, с правильным решением. Так, у нас также оплачены еще, ну, я вижу, у нас есть еще оформленные заказы, но в процессе. Так, поэтому поздравляю, друзья, тех, кто уже у нас включился, то есть вы, по сути, уже сегодня просто сделали потрясающую инвестицию в свой бизнес, особенно это касается тех, кто VIP. Итак, по сути, у нас, друзья, осталось уже не 50 мест, осталось уже меньше, и я просто еще раз хочу подвести итог, да, что вы прорабатываете, друзья, весь материал. Правда, если для вас, друг, вот вы все сделали, для вас не сработало, вы говорите, Кирилл, это не работает, я все сделал, сделала, то есть, ну, и вы просите деньги, никаких вопросов, потому что это для вас не сработало по какой-то причине. Не потому, что вы поленились, а потому, что вы выложились, и оно не сработало. Тогда я понимаю, да, что-то значит не то во мне, ну, либо еще в чем-то. Если вы делаете бизнес, вы должны понять, а может быть, просто вам поменять схему ведения бизнеса. Есть люди, которым просто вот хлебом не корми, дай им провести живую презентацию. Они не могут без живого контакта, они не могут без встреч, они не могут без офиса, они не могут без выездных мероприятий. Это есть такой тип людей, которым, наоборот, интернет не нужен. И наоборот, есть люди, которые некомфортно, они чувствуют при личном общении, либо в скайпе, либо даже, знаете, там, не дай бог, на сцену вызовут. Они чувствуют дискомфорт. А если человек чувствует дискомфорт, он рано или поздно уходит из бизнеса. И если вы, к примеру, вы лидер, который пытается своих людей заставлять, там, мотивировать, растормошить, давай, давай, надо выходить на сцену, а человек не хочет, он рано или поздно это перестанет делать, потому что это вызывает у него дискомфорт. И вот таким людям вы должны показать возможность интернет-бизнеса. Поверьте, они там себя могут так проявить себя, что вы будете рады, что вы их отпустили в интернет, потому что он смог реализоваться, и, возможно, там он найдет еще там двух, трех, пяти, десяти дистрибьюторов, кто знает. Во всяком случае, я как раз тот самый пример. Когда у меня оффлайн не заладился, не сложился, я столько раз обхаживал своих друзей, знакомых, прозванивал, знаете, люди размещают в газете объявления, еще работал. Я им звоню, это стандартная практика, я говорю, а у меня есть для тебя работа. Он, а что это? Я говорю, а ты приходи на встречу. Он говорит, это сетевой маркетинг. Понимаете? И, соответственно, такая модель, она для меня не сработала. Но когда я пришел в интернет, я смог построить структуру. Поэтому здесь вы должны понимать, кто перед вами. Есть человек, который просто вот он создан для сцены, для оффлайна, и вот это его стезия, и он должен в этом направлении идти, и он тут преуспеет. И наоборот, есть люди, по-моему, интроверты, да, то есть это те, которых, ну, никак не вытянуть на сцену, они не хотят. То есть они люди, которым нужен монитор, и вот для них это будет комфортно. Но они мастерски могут провести презентацию, может быть, даже через скайп, ну, потому что им комфортно вот в этой, знаете, небольшой своей коробочке. Ну, так как бы люди устроены. Поэтому здесь нужно смотреть, кому что дать, кому-то оффлайн, а кому-то онлайн. И вот я могу сказать, что для вас вот сегодня это потрясающая возможность, потому что этот тренинг «Формула денег в MLM», он как раз заточен под то, чтобы вы либо максимально приложились в интернет, либо, ну, как бы профессионально его хотя бы освоили, а там уже как у вас пойдет, комбинация оффлайн плюс онлайн. И вот Виталию это как раз тот самый случай, когда, скорее всего, его напрягает, понимаете, его выматывают. А есть люди, которые, наоборот, они подпитываются за счет того, что они проводят встречу. Они чувствуют себя, наоборот, бодрее, если провели еще с кем-то встречу. Поэтому если вы чувствуете, что для вас оффлайн – это негатив, вы устаете, вы тратите много времени, вам однозначно нужно развивать бизнес с помощью интернет-технологий. Ну и давайте просто на минутку вернемся, да, на несколько лет назад, когда-то я начинал вот с такой квартирки, то есть комнаты, да, в которой я жил. Вот, пожалуйста, пример того, что было до и что стало после, когда был сменен именно вот этот вектор, да, то есть когда вы начинаете прикладывать усилия туда, где у вас сильные стороны, а не пытаетесь идти против того, что вам некомфортно. Ну и вот этот чек, да, еще раз, это все результат именно правильно выбранной стратегии и созданной системы. Ну и вот результат MLM 2.0 – это к теме партнерских программ. Это просто вот в одной из партнерских программ за год я заработал полтора миллиона рублей. То есть это помимо того, что у меня есть мои партнерские курсы, есть там чек от компании, то есть это конкретно, когда я рекомендую курсы других людей. И это тоже дает очень хороший результат. Я не думаю, да, что вы отказались бы от дополнительного дохода за год полтора миллиона рублей. Ну что, друзья, у вас не так много остается времени. Оплатите участие со скидкой. То есть у нас очень хорошее предложение с хорошей...